Индейцы — неизменные спутники наших школьных лет, герои самых романтичных мальчишеских мечтаний. Они знакомы нам по увлекательным и растрепанным книгам, прочитанным тайком под партой. Мы восхищались бесстрашием наших краснокожих братьев, когда с томогавками в руках они вступали в бой с белолицами-завоевателями. Но томогавкам едва ли и не исчерпываются наши знания об индейцах. А между тем, если не считать эскимосов севера, индейцы — единственные исконные обитатели всей западной половины нашей планеты. Когда в 1492 году в новом свете появились первые европейцы, этот гигантский континент отнюдь не был необитаемым. Его населяли своеобразные, удивительные люди. Но со времен Христофора Колумба прошло уже почти полтысячелетия, этническая карта Америки существенно изменилась. Если в любой из других частей света преобладает какая-то одна раса, то на американском континенте дело обстоит иначе. Так, Антильские острова у его восточного побережья населены сейчас по преимуществу людьми черной рас, а на некоторых островах Ямайки, Гаити, Тринидаде они составляют абсолютное большинство. Много миллионов негров и мулатов мы находим также в крупнейшей латиноамериканской стране Бразилии. На большей части территории США, в Канаде, Аргентине и Уругвае преобладают белые. Узкую полосу на севере Америки заселяют эскимосы. И, наконец, обширные области Центральной и Южной Америки, особенно в Мексике, Гватемале, Перу, Боливии, Эквадоре, Парагвай, в основном заселены индейцами и метисами. Объектом нашего интереса в этой мозаике рас и народов, живущих на американском континенте, будут лишь индейцы, с которыми связана вся древнейшая история западной половины света. И не только прошлое, изучение жизни этого народа поможет нам взглянуть по-новому на настоящее и будущее Америки, потому что именно у индейцев самое далекое прошлое встречается с наиболее примечательным и радужным будущим континентом. Каков же облик исконных жителей Америки? Хотя различные природные условия отдельных областей континента оставили свой отпечаток на тех или иных группах населения, мы без труда обнаружим множество общих, присущих всем индейцам отличительных черт, сближающих их с монголоидными народами Азии. Коренастая фигура, короткие ноги и довольно длинные руки, небольшие кисти рук и ступни, высокий и обычно широкий лоб, слабо развитые надбровные дуги, крупный, сильно выступающий нос, нередко, особенно на севере, так называемой орлиной. Довольно большой рот, глаза чаще всего темно-карие, волосы черные, прямые, густые. Рост преобладает средний, но в некоторых районах он значительно ниже среднего, например, у индейцев Пуэбло и у большинства племен Огненной Земли. Однако, как и в Азии, на американском континенте сложилось множество вариаций этого основного монголоидного типа. Этому основному типу американского индейца нередко не соответствуют не только отдельные индивидуумы, но и большие этнические группы. Например, индейцы юга Аргентины и степной зоны Северной Америки значительно выше среднего роста, а в джунглях Венесуэлы обитают карликовые племена. Заметно отличаются от основной массы индейцев представители так называемой староамериканской группы, например, батакуды. У этих палеамериканцев свет кожи значительно темнее, чем у других групп индейцев. Кстати, о цвете кожи. Мы привыкли слышать, что индейцы краснокожие. На самом же деле кожа у них не красная, а скорее желто-коричневая. У североамериканских индейцев когда-то был распространен обычай в торжественных случаях натирать себе лицо и тело красной охрой. Поэтому, видимо, первые белые поселенцы и прозвали их краснокожими. Антропологи выделяют три основные группы индейцев — североамериканскую, южноамериканскую и центральноамериканскую, различающиеся по росту, цвету кожи и другим признакам. Если, в общем-то, по физическому облику представители разных индейских племен незначительно отличаются друг от друга, то по уровню культуры между ними еще и в доколумбову эпоху существовали очень большие различия. Гениальный математик из племен Майя и едва умеющий считать представитель племен из джундлей восточной Бразилии. Философ и поэт-ацтек и примитивный охотник. Современный индейц, промышленный рабочий, а в США даже индейц-капиталист и индейц-крестьянин, возделывающий землю в точности так, как ее возделывали его предки три тысячелетия назад. Когда появились первые европейцы, Индийская Америка была необычайно разнолита. Уже вскоре после того, как европейцы впервые пришли в соприкосновение с индейцами, ими стала интересоваться наука. Сначала лишь поверхностно, но примерно с середины девятнадцатого столетия зарождается новая научная дисциплина – американистика. В общем, это наука об истории, а также о материальной и духовной культуре индейцев. Некоторые считают американистику разделом этнографии. Однако американистика не ограничивается сферой этнографии. Она включает также исследования антропологические, лингвистические, археологические и особенно широко исторические. Еще первые американисты попытались внести в свою исследовательскую работу известную систему. Прежде всего, они попытались осуществить классификацию исконных обитателей Америки, взяв за основу принцип языковой принадлежности. Вскоре стало ясно, что это сизифов труд. Систематические индейские языки начинают изучаться в Соединенных Штатах. Классификация их как основная задача была преподнесена в качестве подарка новорожденному, одному из наиболее значительных и поныне исследовательских учреждений, занимающихся американистикой, институту Смитсона в Вашингтоне при его основании в 1879 году. Ею и занялся первый директор этого института Джон Пауэлл, опубликовавший после 15 лет исследований свой труд «Языковые семьи индейцев Америки к северу от Мексики». Классификацией индейских языков занималось не одно поколение американистов. Особенно следует отметить Франца Боаса и великого французского ученого Поля Риве, а также ряд североамериканцев из наших современников Свадиша и Гринберга. В Чехословакии классификацией южноамериканских языков занимался лингвист Честмер Лоукотка. Трудность задачи нагляднее всего характеризуется фактом, который Лоукотка констатировал в 1935 году в своей работе «Классификация языков Южной Америки». Он насчитал на южноамериканском континенте 558 языков, составляющих 94 языковые группы. Общее же число индейских языков, очевидно, перешагнет за тысячу. Среди них есть такие, на которых ныне говорят всего лишь пять-десять человек, и которые завтра, возможно, канут в лето. Такой процесс наблюдается среди малочисленных индейских племен, живущих в глубине Бразилии. Наряду с этим существуют языки, которыми пользуются миллионы индейцев, например, язык ке-чо. Даже если допустить, что некоторые из этих языков правильнее считать диалектами, все же такое множество наречий ошеломляет. Ведь во всей Европе, от Атлантики до Волги, правда, без Кавказа, мы насчитаем сегодня лишь несколько десятков языков. Причем языков, в большинстве случаев весьма родственных, объединяемых в немногочисленные основные группы — славянскую, романскую, германскую и тому подобное. Индейские языки мы, разумеется, тоже можем объединить в несколько основных групп семейств, но при этом мы не сможем отыскать ни одного общего признака для всех индейских языков Америки. Правда, долгое время все лингвисты были убеждены, что индейские языки имеют полисинтетический характер. Вместо объяснения приведем пример. Мы взяли его из языка мекмаков, обитающих на северо-востоке Северной Америки и принадлежащих к алганкинской языковой семье. Если, к примеру, мекмак хочет сказать вам, они собираются съесть свою пищу совместно, ему достаточно для этого одного слова. С языком связана и письменность. Сейчас, собственно, все имеющие свою письменность индейские племена пользуются латиницей, в том числе и те, особенностям языка которых она не слишком соответствует. Примером может служить основанный на различии тонов язык мексиканских сапотеков, где высоту тона отдельных слогов приходится обозначать различными дополнительными знаками перед слогом или после него, или слоговое письмо североамериканских чароков, в котором большинство из восьмидесяти с лишним слогов азбуки обозначается латинскими буквами. Так буквой А обозначается слог ГО. Но проблема языковой принадлежности отдельных индейских племен – это лишь один из первых вопросов, которые напрашиваются сами собой, когда мы начинаем изучать индейцев. А ведь таких индейских проблем множество, проблем сложных и увлекательных. Их-то и пытается осветить эта книга и осветить в соответствии с истиной, рассказать, как жили и живут индейцы, индейцы без томогавков. Откуда они пришли? Вопросы, вопросы, вопросы. Некогда Поль Гоген написал под одной из самых прославленных своих картин «Откуда мы?» «Кто мы?» «Куда мы идем?» Индейцы, хотя, возможно, и без столь глубокого философского подтекста, тоже ставили перед собой эти три основных вопроса. На вопрос «Кто мы?» они отвечали «Мы – люди». Некоторые индейские племена именно так и называли себя – «люди». Например, знаменитые чилийские арауканы называют себя «мапучи», что значит «люди земли». Итак, откуда же пришли индейцы? Сами они находили ответ на этот вопрос в дорогих их сердцу преданиях и легендах, вот хотя бы в той, где рассказывается, откуда пришло в Америку, или точнее, как явилось на землю большое индейское племя варау, живущее в центральной Гвиане. А было это так. Давным-давно, в начале существования человеческого рода, жили варау в прекрасной стране, высоко над небесами. Кроме варау, эту райскую землю населяли только птицы, на которых охотились юноши племени. И вот один из них по имени Аканотия преследовал как-то птичку, выстрелил из лука, но стрела пролетела мимо цели и исчезла. Искал-искал Аканотия стрелу и наткнулся на отверстие, в которое она провалилась. Заглянул он туда и увидел внизу нашу землю. Мир, изобилующий стадами диких кабанов, несчетно множеству мланий и иных животных, никем не тревожимые, они паслись и бродили по зеленым лесам и просторам саван. Отверстие в небе оказалось достаточно широким, и Аканотия решил сплести из волокон хлопка лестницу, чтобы спуститься вниз. Друзья помогли ему, и вскоре лестница была готова, но из райского, птичьего царства Варрау до земли оказалось довольно далеко. Лесенки не хватило. Тогда друзья Аканотия удлинили лесенку и крепко-накрепко привязали ее наверху. И вот смелый Аканотия стал спускаться по ней, хотя это было и небезопасно. Ветер раскачивал лесенку, и юноша каждую минуту мог сорваться, но отважному не страшны никакие преграды. Вот, наконец, он ступил на землю и от изумления остолбенел. Сколько тут было всего! Какая богатая и удивительная жизнь! Сколько невиданных животных! У каждого по четыре ноги, и какие же они большущие! Все казалось юноше чудом. Он видел, как крупные животные пожирают свою добычу, и сказал себе, «Попытаюсь и я умертвить одно из этих больших животных, а затем съесть». И застрелил из лука молодую лань, развел костер, сварил мясо, а затем... Затем отведал его. О, как вкусно! Наевшись, он вернулся по лесенке домой. Подъем, разумеется, был еще тяжелее, чем спуск. С собой Аканотия прихватил кусок мяса, чтобы дома похвастать добычей. Вкус мяса и яркий рассказ Аканотия воодушевили всех. Не хотим больше тут оставаться. Много ли толку от здешних крошечных пташек? Пойдем туда вниз, на изобилующую зверьем землю, которую открыл для нас, для племени Варау Аканотия. Там столько пищи. Идем. И они пошли, спустились по плетеной лесенке в этот полный жизни мир. Все они были очень молоды, никто из людей тогда еще не успел состариться. Через отверстия в небесах протащили Варау и своих малышей, и вот, наконец, все они в целости и сохранности оказались на земле. Все, кроме одного последнего, вернее, одной последней, потому что это была женщина, слишком толстая, она не смогла пролезть через отверстие в небе и застряла. Ее муж, спускавшийся предпоследним, хотел ее протащить, но голова у него закружилась, и он поспешил спуститься на твердую почву. На земле Варау возбужденно обсуждали случившееся. Женщины громко роптали, заступаясь перед мужчинами за свою подругу, видно ли это дело, чтобы муж бросил свою жену. Пускай тогда поднимется наверх кто-нибудь другой из мужчин, лучше всего доблестный Аканоти, ведь он уже взбирался по этой лесенке. Пусть возьмет себе в помощь одного или двух юношей поотважней и вызволит эту несчастную. Но мужчины боялись взбираться наверх. И вождь Варау решил так. Даже если вы силой вытащите эту женщину, вы сами все равно погибнете, разбившись о землю. Ведь она вас сшибет при падении. И Варау потеряют лучших своих мужчин. Вскоре лесенка оборвалась, а толстая женщина так и осталась наверху, и останется торчать в этом отверстии на веки вечной. А мы, Варау, никогда больше не увидим свою утраченную птичью родину там, на небесах, потому что толстая женщина наглухо закрыла своим телом отверстие в нем. Вот как пришло на землю племя Варау. Такого объяснения было для племени вполне достаточно. Но над вопросом о происхождении индейцев задумывались не только они сами. По поводу кардинальной проблемы американистики, как ее правильно охарактеризовал аргентинский американист Хосе Имбельоне, существовали десятки научных теорий вплоть до начала XX века, преимущественно псевдонаучных, а подчас и совершенно фантастических. В колониальный период господствовало мнение, что индейцы не жили в Америке испокон веков, что Америка неисконна их родина, и что в новый свет они откуда-то переселились. Про родину индейцев эти первые американисты, естественно, пытались найти с помощью Библии. Еще в первой половине XVI века в Библии искал ответа на вопрос, откуда пришли в Америку индейцы. Восторженный почитатель и друг индейцев, епископ Бартоломе де лас Кассас. У него на этот счет никаких сомнений не было. Разве не говорится в Писании, что после завоевания Палестины из Израиля было изгнано десять племен? Вскоре гипотеза об израильском происхождении американских индейцев нашла сотни поборников. В XVI веке в их числе были Диего Дуран и Гонсалес Фернандес де Авьеда. В XVII — Хуан де Тортемада, Григорио Гарсия и другие. Пожалуй, наиболее яростным сторонником теории израильского происхождения индейцев был Равин Менас Ибн Израэль, автор известного труда «Происхождение американцев», вышедшего в 1650 году в Амстердаме и переведенного на десятки языков. Христианская Европа XVII века нещадно преследовала евреев. Погром следовал за погромом, и потому неудивительно, что исследование Равина о вновь открытой части света и ее обитателях было снабжено выразительным подзаголовком «Вот надежда Израиля». Надо сказать, что теорию, утверждавшую, будто нынешние индейцы, потомки десяти изгнанных еврейских племен, еще не так давно отстаивали многие уважаемые и весьма заслуженные исследователи. Упомянем хотя бы об одном из них — англичанине, лорде Кингсборо. В середине XIX века он на собственные средства издал едва ли не все известные в ту пору индейские рукописи древней Мексики, составившие огромное многотомное собрание, и все это с целью доказать, что ацтеки и остальные индейцы Мексики были прямыми потомками тех самых израильтян. Эти поиски дорого обошлись лорду. Издание рукописей поглотило все его состояние — тридцать девя тысячи фунтов стерлингов. А затем Кингсборо пришлось за свое увлечение поплатиться и жизнью. Поставщик бумаги упек злосчастного лорда в дублинскую долговую тюрьму, где тот умер от тифа. Вместе с Кингсборо кануло вечность и учение об иудейском происхождении индейцев. В нескольких американских деревнях действительно живут индейцы и метисы иудейского вероисповедания. Одну такую индейскую атомийскую деревню, Вентаприета в Центральной Мексике, посетил Эгон Эрвин Киш. И интересно рассказал о ней в своей книге «Находки в Мексике». В главе «Звезда Давида над индейской деревней» индейцы, а еще чаще метисы, особенно в Мексике, воспринимали веру Моисееву от еврейских жителей латиноамериканских городов, когда те в пору антисемитских погромов укрывались в индейских деревнях. Итак, словно бы специально для того, чтобы подтвердить идеи лорда Кингсборо и других сторонников израильского происхождения индейцев, такие индейцы-иудаисты были найдены. Упоминание о переселении десяти израильских племен было отнюдь не единственным местом Ветхого Завета, которое заинтересовало ученых, искавших прародину индейцев. Так еще в семнадцатом веке внимание многих привлекло следующее место из Третьей книги царств, глава девятая, стих двадцать седьмой и двадцать восьмой. И послал Хирам на корабле своих подданных корабельщиков, знающих море, с подданными Соломоновыми, и отправились они в Афир, и взяли оттуда золото четыреста двадцать талантов, и привезли царю Соломон. Ну, конечно же, это легендарная земля Афир, и есть прародина индейцев, сказочно богатая, прекрасная, далекая страна, где, по словам Библии, растут редкостные деревья. Страна, расположенная где-то за морем. А где за морем нашли европейцы несметные сокровища золотых россыпей? В Америке, в особенности на земле инков. И вот уже один из первых историков Америки Хуан де Акоста делает вывод. Многие полагают, что земля Афир, о которой сказано в Священном Писании, и есть наша Перу. В это же время, в семнадцатом веке, появились и другие версии о происхождении индейцев. Так, например, испанец Энрико Мартинос, посетивший Латвию, утверждал, что люди, живущие в окрестностях Риги, чрезвычайно похожи на индейцев, из чего явствует, что индейцы — выходцы из Латвии. В 1638 году патер Антонио Каланчо сделал открытие. Дескать, индейцы по происхождению — татары. Многие утверждали, что индейцы — потомки лучших мореплавателей древности финикийцев, ибо только финикийцы сумели бы переплыть море. Сторонники этой точки зрения считали даже индейцев прямыми потомками жителей славной финикийской митрополии города Тира, бежавшими из него при приближении войска Александра Македонского и попавшими в Америку. Иные же доказывали, что индейцы — потомки беженцев из Карфагена, разрушенного римскими воинами. Как нам удалось выяснить, предками индейцев считались также и древние шумеры и малайцы, и африканские берберы, и египтяне, и жители Малукских островов. А по мнению знаменитого английского пирата Уолтера Релли, первый инка Манко Капок был никто иной, как британский корсар. Шли годы, развивалась наука. На смену Библии приходит эволюционная теория Дарвина. Вместо Адама и Евы теперь ищут прародителей человека среди представителей животного мира. С этого времени и вопрос о происхождении индейцев ставится иначе. А не происходят ли американские индейцы от местных, характерных лишь для Америки животных, предков человека? Человекообразные обезьяны, как известно, в Америке не водятся. В двадцатые годы нашего столетия этот широко распространенный факт пыталась опровергнуть, кстати, это была первая и последняя попытка такого рода, Одна французская экспедиция, заявившая, что обнаружила в джунглях Венесуэлы нескольких обезьян, передвигавшихся на задних конечностях. Был сделан также снимок убитой самки, американской, человекообразной обезьяны. Это сообщение и портрет обезьяны вызвали ликование среди всех сторонников полигенизма. Но, увы, вскоре выяснилось, что загадочная обезьяна — обыкновенная черная коата. Сенсация лопнула, как мыльный пузырь. Но это отнюдь не означало краха концепции местного американского происхождения индейца. Ведь человек американского континента мог произойти и от видов обезьян, давно уже исчезнувших с лица земли. Значительно больший интерес вызвала в восьмидесятые годы девятнадцатого века теория известного палеонтолога, аргентинца итальянского происхождения Флорентино Амегино. Амегино был сторонником полигенизма, учения, согласно которому отдельные группы людей возникали самостоятельно, независимо одна от другой. Таких колыбелей у человечества, по мнению профессора Агассиса, одного из ведущих представителей этой теории, на земном шаре было восемь, и Америка была колыбелью индейцев. В 1884 году Амегино составил гипотетическую таблицу американских предков-индейцев. Древнейшего из них он назвал тетропротогомо. Затем следовали трипротогомо, гипротогомо и, наконец, непосредственный предшественник американского человека протогомо. Верным последователем Амегино был известный чешский путешественник Альберто Войтех Фрич, который выступил даже с докладом о деятельности Амегино на Международном конгрессе американистов в Вене. Чешский путешественник делает еще более смелые заключения. Он пишет, раскопки доказывают не только то, что часть индейцев автохтонна, но и то, что все человечество и все млекопитающие происходят из Южной Америки. Человек вместе с различными представителями животного мира вышел из Патагонии и Африки и, пройдя через Азию, Северную Америку, Панаму, а также через иные, ныне опустившиеся на дно океана, континенты, вернулся назад уже в совершенно ином обличье. Но обратимся снова к Амегино. Правильность своей теории он пытался подтвердить несколькими своими находками, сделанными в селениях Мирамаро, Никочеа и других местах Аргентины. По примеру Амегино, десятки его горячих последователей перекапывали почву Америки от Аляски до Огненной Земли, желая подкрепить новыми доказательствами патриотическую, стопроцентно американскую теорию своего учителя. Амегину удалось найти лишь так называемых кетропротогома и дипротогома. При более тщательном изучении этих находок оказалось, что скелет, найденный в 1907 году, принадлежал не примату Амегиновского типа, а какому-то вымершему южноамериканскому хищнику. Лобная же кость дипротогома, находка Амегина 1909 года, ничем не отличалась от лобной кости современного человека. Такого рода явные ошибки, а иной раз и просто курьезы, случались и с другими учеными, искавшими следы протогома. Так американский геолог Хэральд Кук в 1922 году нашел в Небраске зуб, по его мнению, принадлежавший Амегиновскому прачеловеку. По имени его этот пращур индейцев был назван «Гесперопитекус». Хэральда Кука. А через несколько лет выяснилось, что зуб гесперопитекуса Кука — ничто иное, как зуб вымершей теперь североамериканской свиньи. Итак, с годами несостоятельность учения Амегина и его последователей обнаруживалась все более и более. Позже было окончательно доказано, что никогда никакие предки человека в Америке не жили. Американистам пришлось вернуться к своим первым предположениям относительно происхождения индейцев и вновь начать поиски прародины предков вне пределов Америки. Ученые уже не руководствовались поверхностным сходством или словом Библии. Но и в век науки неутомимо работает фантазия. Она-то и придала романтичность поискам прародины индейцев. На вопрос, откуда пришли индейцы, обычно давался ответ из несуществующих ныне стран или даже с несуществующих ныне материков. Не раз такие фантазеры высказывали предположение, будто индейцы — последние потомки людей, населявших некогда Платонову Атлантиду, погрузившуюся в океан. Если атлантические гипотезы имели хоть видимую наукообразность, то гипотезы об иных погибших материках явились плодом чистейшей фантазии. Такова, например, теория о происхождении индейцев из страны Му, якобы расположенной где-то в восточной части Тихого океана. Об этой стране Му проведал некий Джеймс Черчвуд, благодаря чудесным табличкам, которые дал ему какой-то индийский монах. Парагвайский писатель Моисос Бертони обнаружил в Тихом океане еще одну исчезнувшую землю, на которой якобы обитали предки индейцев. Он называл ее Аркинезией. Тихий океан вообще был облюбован такими сторонниками погибших континентов. Один из последователей Бертони, некий Редженэлд Иныч, даже написал об этом книгу «Тайна Тихого океана». Крупнейшим пропагандистом научных теорий такого рода стал Джордж Макмиллан Браун из Крайстчерчского университета в Новой Зеландии. Например, в книге «Народы и проблема Тихого океана». Однако и Атлантида, и страна Му, и другие Тихоокеанские материки, и Аркинезия еще не исчерпали списка погибших континентов, которые назывались в качестве родины индейцев. Так Льюис Спенс, автор ряда работ об индейской культуре, издал в начале нашего столетия книгу еще об одном континенте — Антилии, якобы находившемся вблизи восточных берегов Америки, в районе Карибского моря. Всех этих псевдоисследователей, безусловно, нельзя принимать всерьез, ведь нет ни единого доказательства, что описанные ими исчезнувшие континенты вообще когда-либо существовали, в частности, отсутствуют какие бы то ни было геологические свидетельства. Поэтому истинные ученые в поисках прародины индейцев должны были обратиться к уже известным частям света. В нашем веке прародину индейцев уже не искали ни в Европе, ни в Африке, ни на Ближнем Востоке. Следовательно, оставались Азия, Австралия, Океания и Антарктида. Из множества новейших гипотез внимания заслуживает предположение португальского антрополога Мендеса Корреа. Он считал, что предки нынешних индейцев пришли в Америку из Австралии. Но каким путем? Австралийцы, утверждал он, добрались до Америки не морем, а по суше. Вероятно, через Тасманию и через цепь антарктических островов, тогда необитаемых, они дошли до южной оконечности Америки, огненной земли. В научных кругах вновь вспомнили об этой оригинальной идее несколько лет назад, когда британская экспедиция во главе с сэром Вивианом Фаджсом, прошедшая через всю Антарктиду, высказала предположение, что этот материк состоит в действительности из двух небольших, тесно соприкасающихся друг с другом континентов, один из которых является непосредственным продолжением американских Ант. Если бы данное предположение подтвердилось, можно было бы допустить, что австралийские эмигранты добрались до Америки по этому гипотетическому сухопутному мосту. Но против смелой и, безусловно, интересной гипотезы Мендеса Кореа выдвигаются два довода, которые решительно ее опровергают. Во-первых, во времена, когда австралийские предки индейцев должны были прийти на огненную землю, а оттуда распространиться по всей Америке, в Антарктиде, очевидно, уже господствовали те же климатические условия, что и сейчас. А во-вторых, что еще важнее, на всей этой трассе археологами не было обнаружено ничего, что могло бы служить археологическим подтверждением версии португальского профессора. Заселение Южной Америки, проходившему якобы двумя волнами, одна из Австралии, другая из Океании, немало внимания уделил также один из крупнейших американистов мира, французский ученый Поль Реве, в частности, в серии работ «Малая полинезийцы в Америке», и особенно в книге «Происхождение американского человека». Реве обнаружил некоторые совпадения в словарном составе языков австралийских племен с одной стороны и патагонских и огненно-земельских индейцев языкового семейства чон с другой. Например, «зуб» в австралийских языках «йора» и «яра», в языках семейства чон — «ор» и «хор». Подобные же соответствия нашел Реве и между наречиями североамериканского языкового семейства Хока и некоторыми языками океаний. Однако все эти моменты сходства нельзя переоценивать. Между прочим, десятки других американистов, например, профессор Сеппер, с большей или меньшей обоснованностью говорили о чертах сходства между языками американских индейцев и языками тех или иных, чаще всего, азиатских племен. Многие бесспорные совпадения были, к примеру, установлены между тунгусскими языками Северо-Восточной Азии и некоторыми индейскими, между тибетским и даже шумерским языками и некоторыми наречиями перуанских индейцев. Так что и океанийская теория Поля-Реве оказалась необоснованной. Про родины индейцев, с территории которой они двинулись некогда в свой американский поход, можно таким образом считать только один континент — Азию. Неопровержимые доказательства азиатского происхождения индейцев представили нам одновременно несколько наук. Во-первых, антропология, установившая множество явственно выраженных монголоидных черт в строении тела индейцев. Помимо выступающих скул, особый интерес представляет так называемое монгольское пятно — небольшое, четко ограниченное скопление пигмента в области поясницы, типичное для большинства представителей племен желтой расы, населяющих Азию, особенно часто оно встречается у японских детей. Такое пятно и поныне можно наблюдать у большого числа только что появившихся на свет индейцев. Позднее, но еще в детском возрасте, это монгольское пятно у них пропадает. Другая научная дисциплина, представившая нам немало ценных доказательств азиатского происхождения индейцев, это этнография, которая обнаружила множество сходных черт в материальной культуре индейцев и обитателей Восточной Азии. И если отмеченные этнографические аналогии в области материальной культуры нынешних жителей Восточной и Северо-Восточной Азии и Америки можно считать достаточно убедительными, то аналогии в области духовной культуры, как справедливо подчеркивает немецкая американистка Ева Липс, буквально поразительны. Она приводит целый перечень таких черт сходства. Особенно наглядно эта близость проявляется в религиозных представлениях, например, жители Сибири и индейцы американского севера поклоняются одним и тем же животным и растениям. А шаманские обряды индейцев даже у значительно более южных чилийских арауканов и поныне очень напоминают обряды сибирских шаманов. Те и другие обожествляют число четыре и тому подобное. Но самые важные и наиболее надежные доказательства представляет нам третья наука — археология. Именно она помогла найти и ответ на вопрос, когда пришли индейцы в Америку. В этом отношении американистике помогла еще одна наука — физика, точнее, самая молодая из отраслей физики — ядерная физика. Она дала исследователям неоценимый археологический хронометр. Доктор Уиллард Либби, североамериканский ученый, занимающийся ядерной физикой еще задолго до войны в 1933 году, установил, что благодаря космическому излучению в верхних слоях атмосферы возникают радиоактивные вещества. Одним из таких веществ является тяжелый радиоактивный углерод С-14, отличающийся от нормального углерода, который имеет атомный вес 12. Этот радиоактивный углерод поглощают из окружающей среды все живые организмы — люди, животные, деревья, растения. Но как только они умирают, процесс поглощения прекращается, а накопленный организмом углерод начинает понемногу распадаться. Физики высчитали, что период полураспада радиоактивного углерода равен пяти тысячам пятистам шестидесяти восьми годам. За одиннадцать тысяч сто тридцать шесть лет, то есть за пять тысяч пятьсот шестьдесят восемь лет, помноженных на два, распадается три четверти С-14, содержащегося в органической материи. В результате применения такого метода был с довольно большой точностью определен возраст скелетов людей и животных, обнаруженных в пещерах, где жили первые обитатели Америки. Охотники времен раннего палеолита Опираясь на данные, которые представили ученым археология и антропология, американистика получила возможность установить время прихода охотников раннего палеолита из Азии в Америку. Это произошло примерно двадцать-тридцать тысяч лет назад. Совершенно очевидно, что азиатские предки индейцев не все сразу переселились в Америку, а переходили постепенно, несколькими волнами. Итак, мы знаем теперь ответ на ряд частных вопросов, касающихся основной проблемы американистики. Мы знаем, кем были предки индейцев и откуда они пришли. Остается еще вопрос. Как и каким путем добрались они до Америки, которая, как известно, лежит за морем? При взгляде на карту ответ напрашивается сам собой — через Берингов пролив. Но, конечно же, просто это выглядит только на карте, ведь ширина Берингового пролива достигает нескольких десятков километров, а предки индейцев, жившие двадцать или тридцать тысяч лет назад, еще не могли иметь никаких средств передвижения по воде. Каким же образом преодолели они водную преграду между Азией и Америкой? Тут на помощь нам приходит геология. Геологи утверждают, что в те времена, когда азиатские предки нынешних индейцев впервые вступили на американскую землю, все пространство Северной Америки было покрыто огромным ледником. Кончался он далеко на юге, на территории теперешних США, в штатах Массачусетс, Индиана, Иллинойс, Миссури и других. Этому последнему так называемому висконсинскому оледенению предшествовали в Америке еще три ледниковых периода. Мы знаем также, что четвертый американский ледниковый период окончился примерно в то же время, что и европейское вюрмское оледенение около девяти тысяч лет до нашей эры. Таким образом, первые американцы, направляясь на юг, должны были пройти по этому гигантскому панцирю, высота которого составляла в среднем тысячу пятьсот метров. Возможно ли это? Геологи отвечают, что в висконсинском леднике, очевидно, еще сорок тысяч лет назад, западнее скалистых гор открылся первый большой проход. По этому-то естественному коридору и могли пройти на юг охотники времен раннего палеолита, следуя за добычей. Было также доказано, что широкий поезд побережья нынешней Аляски, прилегающий к Берингову проливу, вообще не подвергался оледенению. Последний ледниковый период оставил на поверхности земли реки, которые сейчас текут в море. И море находилось тогда на несколько десятков метров, примерно на восемьдесят пять, ниже теперешнего уровня Мирового океана. Все это дает основание думать, что нынешний, не слишком глубокий Берингов пролив, во времена перехода прародичей индейцев из Азии в Америку, вообще не был покрыт водой, что в результате общего снижения уровня моря он возвышался над океаном и таким образом явился естественным мостом, четко обозначенной тропой, по которой шли в Америку переселенцы из Восточной и Северо-Восточной Азии. Можно предположить, что в продолжении всего последнего американского ледникового периода из Азии в Америку переходили все новые группы переселенцев, превращаясь таким образом из азиатов в американцев-индейцев. Окончательный ответ на ряд важнейших вопросов американистики дал Американец, чех по происхождению, профессор Алиш Грдличко. И хотя наша книга посвящена индейцам, а не тем, кто их изучал, все же сделаем здесь исключение и расскажем об этом человеке. Алиш Грдличко родился 29 марта 1869 года в Гумпольце. Отец его был столером. Ужасающая нищета, царившая на тогдашней высочине, вынудила его покинуть родные места. Спасая себя и своих семерых детей, Алиш был старшим из них, родители Алиша, как и десятки тысяч других чехов, устремились в землю обетованную в Соединенные Штаты Америки. Алишу было тогда 13 лет. Он знал уже греческий и латынь и готовился к приемным экзаменам в четвертый класс гимназии. В новом свете наши выходцы из Гумпольца устроились в Нью-Йорке на табачной фабрике. Можно было ожидать, что Алиш схоронит свои выдающиеся способности в грудах табачного листа на десятичасовой изнурительной работе. Но юноша не сдался. Каждый вечер после работы он ходил в школу и, наконец, сдал выпускный экзамен. Затем его направили учиться в медицинский колледж. Закончив его, он стал врачом. Казалось бы, теперь недавний подсобный рабочий мог быть доволен своим положением. Но Алиш Грдличко неудержимо стремился к науке, к знанию. Оставив доходную врачебную практику, он поступает работать в медицинский научно-исследовательский институт, что более отвечало его научным интересам. Здесь, в Миддлтауне, штат Нью-Йорк, Грдличко углубился в науку о человеке антропологию. К этому времени он был уже автором нескольких научных работ, привлекших к себе внимание. В 1896 году Грдличко уезжает учиться в Париж к знаменитому антропологу Манувье. Это было первое из нескольких десятков совершенных Грдличкой путешествий. Во время этой поездки он навестил свою родную Чехию. По возвращении в Америку Грдличко со всем пылом приступил к изучению ее коренных обитателей. Для ознакомления с жизнью современных индейцев он посещает индейские резервации, выезжает и за пределы США. Результатом этих поездок явился ряд исследований, Грдличко писал их на английском языке, например, туберкулез среди отдельных индейских племен в Соединенных Штатах, или физиологические и медицинские исследования среди индейцев юго-западных Штатов Америки и Северной Мексики. Но главное внимание Алиш Грдличко уделяет не медицинским проблемам, а решению основного вопроса американистики, откуда пришли в Америку предки современных индейцев. В пору, когда он начал заниматься этим вопросом, в науке всецело господствовала теория Амегино, и потому Грдличко прежде всего отправился в Южную Америку, чтобы на месте составить себе мнение о древних останках исконного, как считал Амегино, американского человека. Он проводит свои исследования в Аргентине, Перу, позднее и в Центральной Америке, но больше всего на Панамском перешейке. Все собранные сведения Грдличко обобщил в обширном труде древний человек в Южной Америке. Гипотезе Амегино об отечественном происхождении индейцев он противопоставил свою теорию об их азиатском происхождении. Доказать это, разумеется, было не так-то просто. В 1912 году Грдличко едет в Сибирь и Монголию, чтобы познакомиться с современным их населением, но наибольшее значение имели его многолетние исследования на севере Америки. Под верхним слоем земли Грдличко искал и находил следы длительного пути первых пришельцев в Северную Америку. Особый интерес при решении вопроса о происхождении индейцев и об обстоятельствах, сопутствовавших их появлению в Америке, имели его раскопки, произведенные у самого входа на американский континент на побережье Берингово пролива, на Аляске. О результатах этих раскопок он убедительно рассказал в своей книге «Аляскский дневник». Экспедиции на Аляску дали такой материал в подтверждении гипотезы об азиатском происхождении индейцев, что полемика с Грдличкой становилась невозможной. После того, как он изложил свои взгляды в ряде основополагающих работ, посвященных этой теме, происхождение и древнейшей истории человека в Америке, приход человека из Азии в свете современных открытий, центральный вопрос американистики можно было считать решенным окончательно и бесповоротно. Вклад Грдлички в американистику и мировую науку получил повсеместное признание. Естественно, что наибольший резонанс его труды имели в самой Америке. Правительство Соединенных Штатов назначило профессора Грдличку, чеха с труднопроизносимой фамилией, директором антропологического отделения Американского национального музея в Вашингтоне. Этим важнейшим в США антропологическим центром Алиш Грдличка руководил бессменно вплоть до самой смерти. Научное наследие профессора Грдлички оценено по достоинству и в Советском Союзе. Когда 5 сентября 1943 года Грдличка умер, Академия наук СССР посвятила его памяти специальное заседание. Грдличка не дожил до освобождения своей оккупированной родины, но он поддерживал международное антифашистское движение всем своим огромным научным авторитетом. И это понятно, ведь антропология, этнография всей своей сущностью противостоят российской доктрине нацизма. Алиш Грдличка, сын бедняков с Высочиной, а позднее исследователь столь крупного масштаба, что в двадцатом столетии рядом с ним можно поставить лишь немногих ученых, навсегда сохранил верность родине и своим именем прославил Чехию во всем западном полушарии. Итак, Алиш Грдличка познакомил нас с первым охотником протомонголоидного типа, вступившим на землю Америки примерно три десятка тысяч лет назад, в период позднего палеолита. Ну а с течением времени облик американского человека менялся, как менялось и лицо самой Америки. Одиннадцать тысяч лет назад отступил ледник, оставив в память о себе лишь несколько гигантских озер в США и Канаде, изменился и климат. Постепенно континент обрел свой нынешний вид. На гигантской территории Америки, растянувшейся от полюса до полюса, от океана до океана, открыты материальные следы многих индейских культур, от самых примитивных до высокоразвитых. Диффузионисты, преимущественно представители так называемой культурно-исторической школы, основанной директором этнографического музея в Кёльне Гребнером, полагали, что любое человеческое открытие, любой прогресс в области материальной или духовной культуры всегда возникает у какой-либо одной группы людей, в одном племени, одной культуре, а затем распространяется как бы по закону диффузии. Так, например, диффузионисты уверены, что изобретение лука, металлургия, рабовладение и государственный строй индейских империй, культ солнца и т.д. были перенесены индейцами в Америку откуда-то извне, из тех мест, где все эти нововведения впервые возникли. Отдельные диффузионистские направления в достаточной мере отличаются друг от друга. Довольно большую роль в изучении высокоразвитых американских культур прежде, к примеру, играла так называемая гелиолитическая школа. Сторонники ее утверждали, что все высокие культуры и в Старом, и в Новом Свете явились лишь репродукцией, повторением древнеегипетской культуры. В конкретно интересующем нас географическом районе, в доколумбовой Америке, диффузионисты всех толков и направлений отказывали местным обитателям, индейцам, в способности к какому бы то ни было самостоятельному развитию. И поэтому занимались изысканиями, зачастую весьма надуманными, ставившими целью обнаружить истоки и очаги происхождений высоких американских культур вне пределов Нового Света. Однако современная наука бесспорно доказала, что высокие культуры исконных американцев и все их замечательные успехи как в материальной, так и в духовной области возникли на основе самобытного развития. Совпадали же порой со Старым Светом лишь условия этого развития. Но, отвергая учения диффузионистов о несамобытности индейской культуры, мы все же должны помнить, что на протяжении первых десяти тысяч лет жизни в Америке древние индейцы, вероятно, они обитали тогда еще только в Северной Америке, в культурном отношении ничем не отличались от своих предков, живших где-то в Азии. Таков был уровень культуры древнейших индейских охотников, известный нам по раскопкам в пещере Сандиа и в североамериканском штате Нью-Мексико. Следы сандийской культуры, практически во всем совпадающей с культурой предков американских индейцев, живших в Восточной Азии несколько тысячелетий назад, мы находим еще в одном месте, в Абеллине, штат Техас. Это становище сандийских охотников должно быть упомянуто особо, в связи с тем, что его первооткрыватели и прежде всего американский археолог Лейтон поначалу полагали, будто абеллинские люди жили здесь еще до наступления висконсинского оледенения, то есть задолго до того, когда в действительности на землю Америки вступила нога первого человека. Ныне эти взгляды пересмотрены. Но за абеллинскими охотниками осталось почетное право считаться, вместе с их более известными ровесниками из Сандии, старейшими из всех зафиксированных наукой обитателей Америки. Так как эта культура была тождественна культуре, которую несколько тысячелетий назад принесли в Америку первые индейцы со своей первоначальной родиной, то весь этот период истории можно обозначить как эпоху азиатской традиции. Прямыми наследниками ее явились многие культуры, возникшие уже в Америке. Попытаемся ознакомиться несколько подробностей. С первыми обитателями Америки. Практически все пропитание им давало охота. Причем охота в основном на крупных животных, которые в ту пору, в период последнего американского оледенения, водились в Северной Америке. Люди из Сандийской пещеры охотились на верблюдов, на американских мамонтов, типичных животных того периода, а чаще всего на вымершего предка или, вернее, старшего родича прерийных бизонов, бизона Тейлори. Были найдены в Америке и останки вымершего великана, родственника нынешних индийских и африканских слонов, гигантского мастодонта. Оружие древнейших индейцев было еще крайне примитивным. Они не знали даже лука и стрел. Единственным орудием нападения и обороны служили копья с каменными наконечниками. Впервые палеолитический арсенал древних охотников был найден в наносах реки Делавер, близ города Трентон, нынешней Нью-Джерси, в 1875 году. Самые ценные и, безусловно, древнейшие свидетельства обитания американских индейцев были обнаружены при дальнейшем исследовании упомянутой пещеры Сандия. В 1936-1940 годах археолог Фрэнк Хиббен нашел здесь ряд образцов кремневого оружия, напоминающих по своему характеру оружие салютрейской культуры в Европе. Вместе с этим оружием Хиббен и его коллега Кирк Брайан нашли кости Бизона Тейлори, вымерших позднее американских лошадей, мамонта и мастодонта. Проведенные исследования позволили, в конце концов, установить и эпоху, когда жили люди из пещеры Сандия. Было это около 25 тысяч лет назад. Возраст обиталища старейших индейских охотников в Тьюл-Спрингс, Невада, был определен в 23 тысячи лет. Подобные же находки, рассказывающие о древнейшей истории американских индейцев, были сделаны и в других областях североамериканского юга и юго-запада, больше всего в Техасе и на юге нынешнего штата Айова. Позднее в Америку хлынула следующая волна переселенцев из Азии. Они разбредались по неведомому континенту, но еще долгое время не покидали пределы в Северной Америке. Постепенно они приспосабливались к новым природным условиям. Так образовалась самостоятельная ветвь монголоидной расы. Соответственно, и культура их развивалась теперь независимо от азиатской культуры. И все же развитие шло весьма медленно. Первая сложившаяся уже в Америке культура, существовавшая примерно за 15 тысяч лет до нашей эры, культура фолсомская, названная так по месту, где были найдены ее следы, не отличается слишком заметным прогрессом сравнительно с поздней политической культурой обитателей пещеры Сандио. Центром фолсомской культуры был, опять-таки, североамериканский юго-запад, штат Нью-Мексико. Впрочем, следы этой культуры обнаружены почти на всей территории нынешних Соединенных Штатов. Это по преимуществу кремневые наконечники копий, которые фолсомские охотники убивали бизонов. Все фолсомские люди, без исключения, были еще охотниками. Только после них в Америке происходит неолитическая революция, коренной переворот, вызванный переходом к земледелию. Первой земледельческой культурой в Америке была культура качизии. В это время, три или три с половиной тысячи лет назад, впервые начали выращивать кукурузу. Она возмещала индейцам до Колумбовой Америки отсутствие всех других видов зерновых, которыми обладал Старый Свет. И в то же время обитатели другой части Северной Америки, края Великих Озер, впервые, пока что холодным способом, пробуют обрабатывать металл. Сначала это медь, которую индейцы находили в чистом виде. Между тем, индейское население субарктических областей Северной Америки, нынешних Канады и Аляски, все еще остается на уровне примитивной культуры, основу которой составляет исключительно охота на крупных животных. Теперь это главным образом карибу и рыболовство. Вслед за первой североамериканской земледельческой культурой, культурой Кочизи, на обоих побережьях Северной Америки в историю этой части Нового Света вошла культура куч раковин или, скорее, кухонных куч. Точная ее датировка, однако, до сих пор вызывает затруднения. Что такое, собственно, представляли эти кухонные кучи? Индейские рыбаки, жившие здесь многие-многие сотни лет назад, бросали на эту свалку остатки пищи, костяные иглы, ножи и другие инструменты, часто сделанные из раковин. Отсюда и второе название культуры. А теперь такие кучи раковин для американистов богатые, ценные свидетельства о жизни тогдашних индейцев. Непосредственно за Кочизи, на юго-западе Северной Америки, возникает новая земледельческая культура, в основе которой также лежало возделывание кукурузы, культура баскет-мейкерс, корзинщиков, примерно 200-й год до нашей эры, 400-й год нашей эры. Она получила свое название от особого вида водонепроницаемых корзин, имевших форму горшка, который корзинщики плели, чтобы варить в них кашеобразную еду. Однако они не разводили под корзиной огня, а лишь бросали в нее раскаленные на костре камни, согревая ими пищу. Корзинщики еще жили в пещерах, но внутри этих пещер, и это чрезвычайно интересно, они уже строили настоящие дома. Основным местом обитания этих индейцев была Аризона. Здесь, особенно в каньоне мертвого человека, в различных пещерах были найдены их многочисленные следы. Сухой воздух законсервировал ряд предметов материальной культуры корзинщиков, а по сохранившимся остаткам деревянных балок, их хижин, ученые примерно определили время, когда эти пещеры были обитаемы. Так, например, дерево построек корзинщиков близ Фолкрик в Южном Колорадо можно отнести при допущении некоторых отклонений к 242, 268, 308 и 330 годам нашей эры. В эпоху, когда на североамериканском юго-западе доживала свой век культура корзинщиков, складывается новая культура — культура так называемых жителей скальных городов. По-английски их обычно называют «клифф-двеллерс», которые возводили свои города под естественными, отвесными стенами песчаника или туфа, либо в глубоких каньонах рек североамериканского юго-запада, либо, наконец, прямо в скалах. Их дома, при постройке которых широко использовались пещеры, созданные самой природой, разрастались по горизонтали и по вертикали, втискивались в углубления скал и громоздились друг на друга. Для возведения стен, как правило, применялись адобы, высушенные на солнце кирпичи. В этих индийских городах Рядом с прямоугольными жилыми помещениями мы всегда находим круглые постройки. Это святилища, носившие у индейцев название «Кива». Они же являлись и своего рода мужскими клубами, хотя строили их исключительно женщины. Входить в эти капища им было запрещено. Мы говорим здесь о городах. Но, пожалуй, вернее будет сказать, что строители этих поселений в скалах и в глубоких колорадских каньонах возводили не город, а один большой дом. Каждое помещение лепилось вплотную к другому, ячейка к ячейке, а все вместе они представляли собой гигантскую постройку, похожую на пчелиные соты и насчитывавшую несколько десятков, а то и сотен жилых помещений и святилищ. Так, например, дом-город Пуэбло-Боните в каньоне Чака имел шестьсот пятьдесят жилых помещений и двадцать святилищ или кив. Этот полукруглый дом-город, в стенах которого можно было бы разместить всех жителей небольшого чешского городка, был крупнейшим сооружением всей доколумбовой Северной Америки. Немногим уступали ему огромные дома-города Пуэбло-Пеньяско-Бланко, всего в пяти километрах от Пуэбло-Бонита, Пуэбло-Пентада, тоже в каньоне Чака, и другие. Большое число святилищ, тиф, в каждом из таких домов-городов свидетельствует о важном факте. Развитие земледелия здесь шло рука об руку с развитием религии. Ни один из скальных городов не имеет собственной агоры, некоего сборного пункта для решения общественных вопросов. Однако в каждом из них десятки храмов. Спустя несколько столетий эти люди оставляют свои удивительные города, выдолбленные в скалах или укрытые под утесами юго-западных каньонов, и переселяются, в буквальном смысле слова, ближе к солнцу. Свои новые поселения, мы теперь называем их Пуэбло, так же, как и дома города в каньонах рек, они строят на плоских, круто обрывающихся возвышенностях, именуемых месами. Месса по-испански стол Новые Пуэбло тоже растут, как пчелиные сот. Дом прирастает к дому, и так образуется огромный, весьма импозантный замок, ослепительно белые стены которого видны издалека. Жители таких Пуэбло, независимо от их языковой принадлежности, мы обычно называем общим именем индейцы Пуэбло. Это и есть последняя, высшая ступень в развитии доколумбовых культур Северной Америки. Индейцы Пуэбло — косвенные наследники жителей скальных городов, а также представители значительно менее известных земледельческих культур Хохокам и Могольон. Однако уровень развития земледелия у индейцев Пуэбло неизмеримо выше, чем у их предшественников. Они сооружали разветвленные оросительные системы, которые в этой довольно засушливой области имели огромное значение. Основной земледельческой культурой была все та же кукуруза. Они выращивали более десяти ее сортов. Кроме того, выращивались тыква, красный стручковый перец, салат, фасоль, а также табак. Поля возделывались деревянной мотыгой. Наряду с этим индейцы Пуэбло приручали собак и разводили черепах. Охота стала для них лишь дополнительным источником пропитания. Они охотились на оленей, а чаще на полностью вымерших ныне животных, немного напоминавших южноамериканскую ламу. Охота была одним из мужских занятий. Мужчины также ткали и изготовляли оружие. Женщины же возделывали поля. Постройка жилищ была тоже исключительно женским делом. Индейцы Пуэбло были замечательными гончарами, хотя, как и все остальные группы индейского населения Америки, до прихода первых европейцев они не были знакомы с гончарным кругом. Производством керамики мужчины и женщины занимались сообща. В Пуэбло женщины играли значительную роль. В эпоху появления первых испанцев практически во всех индейских племенах полностью преобладал матриархат. Обрабатываемые угодья находились в совместном пользовании и распределялись поровну между женщинами, главами семейств. После свадьбы муж переселялся в дом своей жены, но лишь на правах гостя. Развод осуществлялся без всяких затруднений. После разрыва супружеских уз из дома должен был уйти муж. Дети же оставались у матери. Жители каждого Пуэбло делились на ряд родовых групп. Названия им давались обычно по имени какого-либо животного или растения. И этот тотем все члены рода считали своим древним предком. Несколько родовых групп составляли фратрию, родовое объединение, которое также носило имя животного или растения. Собираясь по фратриям, жители Пуэбло совершали религиозные обряды, во время которых обычно изображался весь жизненный цикл того или иного тотемного животного, например, антилоп. В жизни индейцев Пуэбло религия занимала исключительное место. Религиозные представления были неразрывно связаны с земледельческими навыками. Когда у матери появлялся ребенок, она первым делом мазала рот новорожденного кашицей из кукурузной муки. Отец, той же кашицей, рисовал на всех стенах жилища священные знаки. Точно так же и все остальные важнейшие события жизни в сознании индейца Пуэбло были связаны с кукурузой, этой дарительницей жизни. Главными божествами считались Солнце и Мать-Земля. Немалую роль в их жизни играли совместно отправляемые религиозные обряды, в особенности ритуальные танцы. Пожалуй, важнейшим из них был так называемый танец змей. Это был ритуальный акт поклонения змеям, легендарным прародителям индейцев. Священнослужители танцевали, зажав в зубах гремучую змею. Однако никогда не случалось, чтобы во время танца эта опасная змея ужалила кого-либо. По окончании обряда женщины обсыпали гремучих змей зернами кукурузы. Особое значение для индейцев Пуэбло имела и до сих пор имеет так называемая качина. Это нечто вроде танцевальной драмы, которая исполнялась в обрядовых масках, изображавших те или иные божества. Миниатюрные произведения этих божеств представляют собой детские качины, куклы, известные в Америке и поныне. Получая в подарок такие куклы, индейские дети должны были заранее учиться распознавать персонажей обрядовых танцев. Все религиозные обряды совершались или на площади Пуэбло, или чаще в Киеве. Женщины, как мы уже знаем, доступа в Киеву не имели. Строго запрещался вход в Киеву и несовершеннолетним юношам. А чтобы был затруднен доступ в святилище и для взрослых мужчин, стены Киевы не имели входа. Проникнуть туда можно было лишь через небольшое отверстие в крыши, на которую взбирались по приставной лесенке. Внутри святилища находился своеобразный алтарь с изображениями тотемных животных той или иной фратрии. Например, в змеиной Киеве главным украшением была завеса с пришитыми к ней полыми телами змей, сделанных из ткани. Во время обряда жрец, находившийся за завесой, просовывал руку в тело такой змеи, заставляя ее шевелиться. Но почему, собственно, описанию Пуэбло и их жителей мы уделили больше внимания, чем какой-либо другой из индейских групп, населявших до Колумбову Северную Америку? Во-первых, потому что вплоть до середины девятнадцатого столетия жители Пуэбло североамериканского юга-запада не соприкасались тесно с белыми и таким образом сохранили без существенных изменений характерные черты своей культуры, которая в течение последних шести-восьми веков не претерпела никаких качественных преобразований. А ведь множество таких Пуэбло, населенных потомками одного племени, например, прославленное Ораибе, существует уже целое тысячелетие. Есть тут и еще один довод, имеющий для познания исторического прогресса всей доколумбовой Америки основополагающее значение. В своем самостоятельном развитии индейцы Северной Америки не смогли перешагнуть ту грань, которую индейцы юга-запада достигли в двенадцатом-тринадцатом столетиях. Между тем земледельцы Мексики и центральных Ант достигли такого же уровня культуры уже не менее чем восемнадцать веков назад. Они жили оседлыми деревнями, выращивали кукурузу, хлопок и ряд других культурных растений. У них наблюдался огромный прогресс в развитии социальной и политической организации. Возникали сложные религиозные представления, связанные с преклонением перед силами в глазах верующих, способными как-то повлиять на урожай и тому подобное. Они начинали возводить и первые храмы, пирамиды, из которых мы считаем древнейшей пирамиду в Куикуилько, Мексика. Следовательно, именно в Пуэбло завершается одна эпоха индейской истории и начинается другая. Этот исторический этап, непосредственно вслед за которым в Центральной Америке и Андах началось развитие высоких культур, лучший знаток данной эпохи в Мексике, Джордж Вайн, обозначил как средние культуры. О создателях античных Пуэбло, средних культур в Мексике и Андах, несмотря на многочисленные археологические исследования, мы знаем еще довольно мало. Выполнив свою историческую миссию, послужив животворной почвой для появления более высоких культур, они незаметно сошли со сцены до колумбовой истории своих стран. Между тем, как на североамериканском юго-западе этнографы, впервые посетившие удивительные глиняные Пуэбло в середине XIX века, собственными глазами увидели то, что мы называем ныне средними культурами. Прежде чем надолго расстаться с североамериканскими индейцами, мы должны еще посетить восточную часть нынешних Соединенных Штатов, бассейн Миссисипи и земли, лежащие к востоку от этой великой реки. Ибо здесь, на востоке Северной Америки, мы сталкиваемся с одной из важнейших и вместе с тем поразительнейших проблем истории североамериканских индейцев. В научной литературе она получила лаконичное обозначение «маунды», которое некоторые наши переводчики пытаются передать словом «курганы». Однако в славянских языках это слово связано с весьма определенным, устоявшимся понятием, и потому для нас более удобным будет английский термин «маунды», используемый повсеместно и притом не только в американистской литературе. Проблема «маундов» волнует уже несколько поколений американистов. Речь идет, собственно, не об одной проблеме, а о целом их комплексе. Начнем с самой важной из них. Что же представляют собой эти окруженные столькими загадками «маунды»? В общих чертах «маунды» это весьма разнородные земляные насыпи и развалины различных сооружений из глины или камня. Любознательный читатель сразу же спросит, разнородные, стало быть, каждый «маунт» не похож на другие, но для чего вообще они служили? На это приходится ответить, что назначение всех до сего времени открытых «маундов», а их на востоке США обнаружено уже несколько тысяч, до сих пор полностью не выяснено. Некоторые «маунды» действительно были курганами. Эти древние захоронения имеют форму круга, иногда эллипса. Но высота их весьма различна. Такие «маунды» захоронений мы находим, например, в Северной Каролине, Вирджинии, Кентукки и других штатах. Иные «маунды» — просто земляные насыпи, на которых возводился деревянный храм или святилище. К таким храмовым «маундам» принадлежит, вероятно, самая известная группа «маундов», открытая археологом Уорреном Мурхидом в 1925 году близ города этого в Джорджии. Другого типа «маунды» представляют собой ступенчатую земляную пирамиду. Таков крупнейший «маунт» Кахокеа, неподалеку от реки Миссисипи. Эта самая большая пирамида Северной Америки имеет основание площадью 350 на 210 метров и в высоту достигает 30 метров. Но, пожалуй, наиболее интересную группу составляют фигурные «маунды», с которыми мы встречаемся в штатах Висконсин, Огайо и ряде других мест США. Это остатки весьма обширных насыпей, очертания которых воспроизводят в огромном увеличении контуры тела какого-либо животного. Так, в Огайо, мы знаем два «маунда», напоминающих тело змеи. Один из них имеет более 300 метров в длину. Тело этого строения змеи несколько раз изгибается и заканчивается гигантской спиралью. Крокодилий-маунт, найденный неподалеку от поселка Ликинг в Висконсине, длиной до 60 метров, изображает, как явствует уже из его названия, американского крокодила-аллигатора. Большой маунт в Южной Дакотте воспроизводит очертания черепахи. А близ Крауфорда, в том же Висконсине, более ста лет назад была открыта группа из шести маундов, изображающих гигантских птиц с распростертыми крыльями. Можно предположить, что родиной строителей этих удивительных фигурных маундов и был штат Висконсин. В диссертации Рау «Фигурные маунды висконсинской культуры» мы находим полный перечень всех известных науке маундов такого типа. В их числе упомянуты 24 маунда в форме птиц, 11 оленьих маундов, 16 маундов, изображающих кролика, 20 медвежьих и так далее. Всего Рау зарегистрировал в одном только штате Висконсин 483 маунда. Очевидно, сооружая фигурные маунды, древние жители Америки воспроизводили в них образ своих тотемных предков. Но исследователей, да и не их одних, весьма интересовал вопрос, каково было назначение всех этих гигантских сооружений. Ведь для создания многих из них требовалось огромное число рабочих рук. Так, например, для сооружения упоминавшегося уже маунда Кахокео в штате Иллинойс потребовалось по точным подсчетам не менее 634 355 кубометров земли. И это в эпоху, которая не знала даже простой лопаты. Единого ответа на вопрос о назначении маундов невозможно дать, хотя бы потому, что их, как мы видим, нельзя привести к одному общему знаменателю. Могильные маунды были попросту кладбищами древних североамериканцев. Маунды, изображающие птиц, лани и бизонов, очевидно, служили религиозным целям. Другие, например, Огайский маунт Эншент, представляющий собой пятикилометровый вал, весьма вероятно были крепостями. И как невозможно дать общий, пригодный для всех случаев, ответ на вопрос, почему строились маунды, так не можем мы и определить какую-либо общую дату их появления. В последние годы, с тех пор, как в распоряжении науки оказался точный радиоактивный хронометр, у нас появилась возможность с уверенностью сказать, что древнейшие типы маундов — это, безусловно, могильные маунды. В Северной Америке они появляются впервые около трех тысяч лет тому назад. Их творцы были носителями так называемой аденской культуры, получившей свое название от одного из знаменитейших могильных маундов, который был обнаружен в имении Адена, крупного землевладельца и губернатора штата Огая Уортингтона, расположенном близ города Челикоти. Люди аденской культуры были в буквальном смысле слова одержимы преклонением перед своими мертвыми. В их честь они строили эти маунды, некоторые довольно высокие. Например, Грейв Крик Маунт в Вирджинском городе, ныне даже получившем название Маунсвилл, достигает двадцати пяти метров высоты. Впрочем, об аденской культуре нам известно очень мало. Земледелие в Северной Америке лишь зарождалось, социальное расслоение уносителей аденской культуры тоже было в самом зачатке. Традиции аденской культуры развивает новая культура — хоуп-веллская, представители которой уже не только строят гигантские надгробья, но также возводят маунды, явно предназначенные для религиозных обрядов. Таков был восьмигранный маунт в городе Ньюарка, штат Огайя, который местные жители превратили в площадку для игры в гольф. Люди хоуп-веллской культуры, в отличие от носителей аденской культуры, были уже полностью оседлыми земледельцами, основу их питания составляла кукуруза. Хоуп-веллское общество постепенно расслаивается на привилегированных и непривилегированных. Большую роль, как свидетельствуют и обрядовые маунды, играет в этой культуре религия, и особенно выделяются те, кто руководит религиозными обрядами — жрецы. Хоуп-веллская культура исчезает из истории древних Миссисипи и Огайя в середине первого тысячелетия нашей эры. На смену ей приходит новая, сильная, несравнимо более прогрессивная культура, которую мы называем по имени реки в бассейне, который встречаемся с ее следами, особенно часто, культурой Миссисипи. Именно эта культура строит в этой части Северной Америки, с одной стороны, гигантские хромовые маунды, с другой — земляные ступенчатые пирамиды. Культура Миссисипи бесспорно вершина культурного развития до колумбовых индейцев Северной Америки в восточной и центральной части нынешних Соединенных Штатов. На юго-западе, в области культуры Пуэбло, одновременно протекает самостоятельный, своеобразный и столь же важный для понимания характера отдельных этапов развития процесс формирования средних культур. То, что привносит миссисипская культура, для истории этой части континента имело настолько революционное значение, что по неволе возникают вопросы, кто ее творцы, где их родина, откуда пришли импульсы этой великой культурной революции в истории Северной Америки. Ведь люди культуры Миссисипи возводили не только отдельные, пусть даже гигантские маунды, но и располагали их в настоящих городах, наиболее известных из которых Кахокия находился по соседству с нынешним Сент-Луисом. Этот город имел не менее 30 тысяч жителей, то есть был самым крупным из известных нам поселений доколумбовых индейцев Северной Америки. Кахокия, как и другие города этой культуры, была обнесена деревянной оградой пятиметровой высоты, над городом возвышался огромный земляной маунт, на вершине которого стояло главное святилище Кахокии. Во всем городе было еще сто других маунтов. На некоторых тоже стояли храмы, на иных были выстроены роскошные жилища владык города. Те, кто не удостоился чести жить на маундах, рядовые Кахокийцы, обитали в бесчисленных хижинах в самом городе и за его стенами. На огородах возле своих жилищ они выращивали кукурузу и фасоль, ловили рыбу и охотились на водяных птиц, лебедей, гусей и уток. Кахокийцы создавали также прекрасные образцы керамики, а из меди изготовляли ножи и острия копий. Управление городом требовало хорошей организации. Для строительства гигантских маунтов, безусловно, нужно было собрать тысячи, а возможные десятки тысяч рабочих и целенаправленно руководить их трудом. В обществе тут уже явственно выделилось знать, светское и духовное, селившееся в буквальном смысле слова выше, чем простой люд, который ютился у подножия господских маунтов. Это уже, собственно, классовое расслоение миссисипского общества распространялось и на загробную жизнь. В одном из маунтов Кахокии был найден скелет какого-то высокопоставленного умершего, покоившегося на подстилке из двенадцати тысяч жемчужин и ракушек. Мертвого сопровождали в последний путь бесчисленные дары, в особенности прекрасно отполированные камни, а, кроме того, шесть мужчин, очевидные его слуги. Они были убиты, когда умер их господин. Неподалеку от могилы этой высокопоставленной особы в общей яме лежали скелеты пятидесяти трех женщин, вероятно, жен похороненного, тоже, видимо, убитых, когда умер их муж. Жители Кахокии и других подобных маунтовых городов, центра, востока и особенно юго-востока Северной Америки, по всей вероятности, очень скоро подошли бы к созданию настоящих городов-государств. Появление белых и другие причины, которых мы пока точно не знаем, воспрепятствовали этому. Во всяком случае, эти города и вся культура Миссисипи – самые высокие ступени культурного развития, достигнутые в доколумбово времена в этой части Северной Америки. И вновь возникает вопрос, кто они, эти строители Кахокии? И шире, кто они, строители североамериканских маундов? Надо учесть, что маундами в Соединенных Штатах интересуются уже более 150 лет. Еще в ту пору, когда даже среди самых образованных североамериканцев господствовало убеждение, что истинный археолог может работать исключительно в классических областях Старого Света, Греции, Египте или Месопотамии, и что до Колумба в Америке не создала в этом отношении ничего достопримечательного, для маундов делалось исключение. Кроме того, именно маунды направили исследовательскую мысль на изучение истории до Колумбовой Америки. Впрочем, самих творцов этой истории и создателей этих удивительных маундов еще долгое время искали в Старом Свете. Строительство маундов на основании все того же упоминания Библии о десяти изгнанных израильских племенах опять-таки приписывалось евреям. Другие авторы той поры утверждали, что создателями маундов были вавилонини, потомки строителей легендарной вавилонской башни. Самые эрудированные вспоминали то место из Гомера, где, рассказывается, как Ахиллес воздвиг могильный холм над прахом своего умершего друга Патрокло. Найденные во время раскопок обломки бронзового оружия еще более укрепили их мысли о троянском или греческом происхождении маундов. Но бронзовые орудия труда и оружия мы находим в маундах лишь как исключение. В более же древних маундах-гробницах чаще встречаются каменные орудия, наконечники стрел, каменные топорики, палицы, молоты. Керамика, которую мы обнаружим в отдельных маундах, в каждом из них своеобразна, но нигде она не достигает уровня, известного нам по доколумбовым Пуэбло или по изделиям жителей скальных городов. Из металлов строители маундов пользовались медью, а позже изредка и золотом. Типичными находками в маундах являются также каменные, а иной раз и глиняные трубки, весьма похожие на современные. В каждой группе маундов столь же часто попадаются диски из крупных раковин и украшенные ракушками мемориальные доски. На этих досках, а также на редких медных мемориальных досках, относящихся к так называемой культуре Этова в Джорджии, мы находим стилизованные изображения, очень напоминающие мексиканские. То обстоятельство, что в значительном отдалении от морского побережья мы встречаем в маундах раковины, а в областях североамериканского востока, где не было залежи меди, обнаруживаем медные предметы, доказывает, что три тысячи лет назад на востоке нынешних Соединенных Штатов уже существовали индийские торговые пути чрезвычайно большой протяженности. Так, например, из богатейшего источника почти чистой меди, Айл Роуэлл, в нынешнем Мичигане, переправляли тогда медь к индийцам, жившим у самого Мексиканского залива. Такого рода находки доколумбовой индустрии должны были подсказать ученым, занимавшимся проблемой происхождения маундов, принципиальный ответ. Но для этого необходимо было провести широкое обследование маундов, и поскольку в первой половине девятнадцатого века изучение их стало, так сказать, патриотическим долгом каждого культурного североамериканца, вскоре были перекопаны сотни маундов. Многие из этих исследователей, в своем большинстве дилетанты в науке, навеки вписали свои имена в историю американистики, например, Сайрос Мур. Мур был владельцем хлопковых плантаций. Каждую зиму, когда заканчивались полевые работы, он вместе с двадцатью пятью рабочими отправлялся вверх по Миссисипи или Огайо и перекапывал маунд за маундом. А весной на обратном пути его судно останавливалось в каждом городе, и Мур демонстрировал местной верхушке свои многочисленные находки, сопровождая объяснение игрой на банджо. Некоторым из американских плантаторов ради изучения маундов даже не надо было покидать своих владений, поскольку маунды находились на принадлежащей им земле. Многие известнейшие группы маундов и сейчас носят имена этих землевладельцев. Так, едва ли не крупнейшие из известных в науке земляных гробниц, обнаруженные неподалеку от города Челикотта в штате Огайо, носят имя владельца этой территории. А древнейший культурный слой, установленный в маундах, назван Хоупвеллским в честь фермера Хоупвелла. На землях которого археолог Миллз впервые обнаружил соответствующую культуру. Интерес к маундам в США проявляли и высшие представители государственной власти. Достаточно сказать, что один из наиболее выдающихся американских президентов, Томас Джефферсон, весьма серьезно занимался их изучением. Кстати, один маунд находился на территории его собственного сада в Вирджинии. Еще до того, как Джефферсон стал президентом, он произвел раскопки нескольких маундов и даже написал о своих находках книгу «Вирджинские заметки», опубликованную в 1801 году. Упоминание о маундах мы находим и в переписке Джорджа Вашингтона. А один из его преемников, президент Уильям Генри Гаррисон, посвятил им свою работу «Рассуждение об аборигенах долины Огайо», в которой ставят все тот же вопрос. Кто такие строители маундов и куда они делись? Безусловно, однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя. С полным основанием мы можем однако утверждать, что строители разных видов маундов и сами отличались друг от друга. Наиболее древние маунды-гробницы, а также фигурные маунды, обнаруженные в северных районах США, относят сейчас к хоупвеллской культуре. Эта культура занимает немаловажное место и в истории Востока и Северной Америки. Наряду с более ярко выраженной хоупвеллской культурой многие американисты пытались выделить при раскопках маундов и другие культуры. Иногда лишь локального значения, называемые обычно по имени места, где чаще всего встречаются соответствующие археологические памятники, например, культура Маундвилл. Вместе с тем затруднительно назвать конкретные племена, которые могли быть их строителями. Еще 130 лет назад президент Гаррисон высказал предположение, что эти маунды были построены мексиканцами, точнее древними мексиканцами, то есть ацтеками. Его точка зрения получает сейчас все большее признание, хотя об этнической принадлежности этих пришельцев из Центральной Америки до сих пор идут споры. Так, например, известный американист Поль Рэддин приписывает строительство самых крупных маундов Майя. Практически юг и юго-запад Северной Америки были вполне достижимы для жителей Центральной Америки. В их распоряжении было два пути туда. Они могли двигаться пешком через северную часть нынешней Мексики в Аризону, а оттуда в бассейн Огайо и Миссисипи. Или же из нынешних портов Табаско и Веракрус на Челнах пробираться вдоль побережья Мексиканского залива к устью Миссисипи, а затем вверх по этой реке на север. Медные мемориальные доски, найденные в хромовых маундах Джорджии, имеют сходство с мексиканскими изделиями. Золотые украшения из тех же маундов тоже скорее соответствуют вкусам мексиканцев, чем моде тогдашних индейцев в Северной Америке. О многом говорит и общий вид этих маундов. Пирамиды с возведенными на них храмами были весьма распространенным явлением в Мексике. А поскольку на алтаре этих храмов жители Мексики приносили ритуальные человеческие жертвы, мы можем предположить, что строители первых плоских маундов и в этом подражали мексиканцам. Учтем также, что мексиканцы имели гораздо больше опыта в создании таких монументальных сооружений, требовавших участия десятков тысяч людей. К тому, чтобы считать родиной строителей этих южных маундов именно Мексику, склоняет нас и следующее соображение. В ту же пору, когда на юго-востоке Северной Америки появились первые храмовые маунды, здесь возникает и земледелие, известное до тех пор лишь на юго-западе Северной Америки, на противоположной части континента, с которой тогда практически не существовало контактов. Остается еще один вопрос. Первых строителей маундов, живших три тысячи лет назад, то есть людей, принадлежавших к хоупвиллской культуре, мы, естественно, не можем считать непосредственными предками какого-либо из индейских племен той эпохи, когда в Северную Америку проникают европейцы. А как быть со строителями плоских храмовых маундов? Если они действительно пришли из Мексики, скажем, в восьмом столетии нашей эры, то впоследствии, хотя, безусловно, и смешались с местным населением, и, возможно, приняли его язык, все же должны были сохранить некоторые мексиканские черты в своей политической организации. Таким индейским племенам по своей политической организации значительно превосходившим в период появления первых европейцев все другие племена Северной Америки, некоторые американисты, например, Оливер Лафарш, считают надчезов. Надчезы населяли к тому же самый центр места расположения маундов. Существенно и то, что у надчезов, как и у индейцев Мексики, еще в доколумбовые времена зарождаются классы. И во главе племени стоит не демократически избранный вождь, а настоящий самодержавный властитель, которого надчезы называли солнцем. Солнце облачался, и это тоже весьма напоминает высокие культуры Мексики, в одеяние из птичьих перьев. Голову его украшала корона из перьев. Властителя окружали сотни добровольных служителей, которые носили его на носилках. Когда же солнце заходило, то есть когда владыка умирал, его добровольные служители кончали жизнь самоубийством. Итак, на вершине общественной пирамиды у надчезов стоял почти обожествляемый властитель солнца. Ступенью ниже были знать и благородные. Правящей верхушке подчинялась классово, не дифференцированная народная масса. Можно допустить, что представители надчезской аристократии, которых здесь застали в эпоху после Колумба белые, были прямыми потомками мексиканских эмигрантов. Очевидно, эти ассимилировавшиеся завоеватели тысячелетия назад и начали строить здесь великолепные памятники. Итак, мы имеем все основания искать родину надчезов в Мексике. В той Мексике, где задолго до того, как жители скальных городов стали выдалбливать в колорадских утесах свои, теперь уже потемневшие от времени, жилища, задолго до того, как были воздвигнуты большие маунды североамериканского юга, задолго до того, как на высоких местах индейцы североамериканского юга-запада выстроили первые Пуэбло, Задолго до всего этого здешние индийские обитатели, так же, как и обитатели центральных Ант, заложили основы самых блестящих культур позднейшей до Колумбовой Америки, Тольтекской, Ацтекской, Майяской. Об этих высоких культурах говорят часто, но, увы, только о них. И это несправедливо. Высокие культуры начала шестнадцатого века, с которыми встретились в Мексике Кортес и его соратники, естественно, возникли не на пустом месте, а на основе предшествовавших им культур. К сожалению, о них мы знаем гораздо меньше. Сокровища этих замечательных культур многие столетия лежали, а иные и по сей день лежат глубоко под землей или под водой во мраке забвения. Только в наше время, после трудных, увлекательных, порой почти детективных поисков, эти погребения древних мексиканских культур стали раскрываться и дарить нам свои тысячелетние клады. Не меньше пятнадцати тысяч лет прожили индийцы в Северной Америке, прежде чем пересекли ее, не существовавшую в те времена границу, и, начав свой великий поход на юг, вступили на территорию Мексики. Скелет старейшего жителя Мексики в 1947 году обнаружил мексиканский археолог Хельмут де Терра. По месту находки он назвал этого жителя тепешпанским человеком. Де Терра довольно точно определил и время, когда этот человек жил в Мексике — 11-12 тысяч лет назад. По уровню культуры тепешпанский человек ничем не отличался от своих современников, которые еще охотились на мамонтов и медведей в Северной Америке. Должно было пройти не одно тысячелетие, прежде чем образ жизни индейцев в Мексике и Центральной Америке стал изменяться. Мы говорим здесь о Мексике, о Северной, Центральной и Южной Америке. В интересах последующего изложения целесообразно разделить места расселения индейцев на несколько основных районов. Разумеется, принципов классификации в американистской литературе существует немало. Иногда за основу классификации берут природные условия заселенных индейцами земель или способ, каким отдельные их группы добывали себе пропитание. Мы разделим всю Америку на четыре основных этнографо-географических района. Первый из них — Северная Америка и населявшие ее индейцы. Второй — Месоамерика. Американисты, исходя из данных и потребностей своей науки, очень редко употребляют термин «центральная Америка». Чаще мы встречаемся с понятием «месоамерика». Сюда, кроме, собственно, Мексики, мы относим полуостров Юкатан, нынешнюю Гватемалу, Делис, бывшую английскую колонию британский Гондурас, Сальвадор, Гондурас и часть Никарагуа. Следовательно, границы Месоамерики не совпадают с границами Мексики и Центральной Америки. В Южной Америке, которая для американистов не кончается панамским перешейком, А захватывает всю Панаму, большую часть Коста-Рики и восточную часть Никарагуа, Мы можем выделить третий такой район — район Востока и Юга Южной Америки. С точки зрения способа добывания пищи, его крайне редкое индейское население в доколумбовые времена и ныне можно разделить на наиболее примитивные племена собирателей, плодов и охотников. К ним относятся теперь почти вымершие племена, населяющие огненную землю, Патагонию и аргентинские пампы, индейцы, живущие в нынешнем Парагвайе и на прилегающей к нему территории в так называемом Гран-Чако, а также небольшие индейские племена в Центральной Бразилии, принадлежащие к языковой группе Ж, и не отличающихся несколько более высоким уровнем развития представителей земледельческих племен, тропических областей, широкого водного бассейна Амазонки, Оренока и их притоков. И, наконец, четвертый район индейского расселения в Америке – область Ант, к которой мы относим большую часть территории теперешних южноамериканских республик – Перу, Боливии, Эквадора, Чили, Колумбии и северо-запад Аргентины. Область Ант, особенно ее центральная часть, Центральные Анды и Месоамерика – два наиболее важных района расселения индейцев. Уже в доколумбовую эпоху здесь жило более 90% всего индейского населения Америки. Сейчас 95%. Именно здесь, вследствие благоприятных условий для интенсивного земледелия, расцвели все высокие культуры доколумбовой Америки. Эти два района в последние пять тысячелетий были главными очагами жизни индейцев и индейской культуры, по сравнению с ними, например, обширные территории восточной части Южной Америки, населенные множеством весьма интересных с этнографической точки зрения, но ныне уже малочисленных индейских племен, не столь важны для общей картины. Прежде всего посетим Мексику. Ибо, собственно, Мексика, в доколумбовую эпоху к ней не относились ни полуостров Юкатан, заселенный Майя, ни северные или южные районы нынешней Мексиканской республики, составляла ядро Месоамерики. Эта древняя Мексика простиралась между Мексиканским заливом и Тихим океаном. От гор в центре страны до моря по обоим побережьям протянулся тропический пояс приморских низменностей. Мексиканцы называют эти низменности «жаркой землей». Продвигаясь от побережья вглубь страны, мы пересечем горные массивы. Между ними у подножий горных вершин с труднопроизносимыми названиями «Попокатепетль» и «Истексиуатль». Мы обнаружим живописную долину с плодородной почвой. Здесь много солнца и влаги, великолепный климат, словом, страна, которая действительно могла показаться раем. В центре этого края расположено соленое озеро Тескока. Именно здесь возникла великолепная митрополия ацтеков Теначтитлан. На севере Тескока соединяется с двумя меньшими озерами — Шалтакан и Сумпанга. На юге — с пресноводными лагунами Чалько и Шачемилько. Вся эта озерная область находится на высоте более чем две тысячи метров над уровнем моря, и, несмотря на палящие лучи и тропического солнца, здесь не так жарко, как на побережье. Эту озерную равнину ацтеки назвали «Ангуак», что означает «на берегах вод». Однако сейчас в американистской литературе мы часто встретимся с другими названиями этой равнины — «Мексиканская долина» или «Центральная Нагорье», по-испански «Мезета Централь». Этим названием будем пользоваться и мы. Эта небольшая часть Месоамерики, благодаря своим исключительно благодатным природным условиям, была заселена уже в древнейшие времена. Именно здесь и жил тепешпанский человек. Примечание. Во времена тепешпанского человека природные условия здесь были иными из-за очагов оледенения в Северной Америке. Путь от примитивного охотника к оседлому земледельцу был в Мексике точно таким же, как на североамериканском юго-западе. Североамериканские Пуэбло и их жители наглядно демонстрируют нам экономический и духовный уровень средних культур. Поэтому мы и уделили им такое внимание. В целом, как мы это видели на примере североамериканского юго-запада, духовное и экономическое развитие общества в средних культурах существенно ускоряется. В Мексике в еще большей степени, чем на североамериканском юго-западе, этот процесс связан с выращиванием важнейшего в доколумбовой Америке культурного злака — кукурузы. Кукурузу мексиканский индейец знал задолго до того, как изготовил первый сосуд. Ученые долго искали ее изначальный вид. В 1960 году американский археолог Макниш вблизи города Теуакана обнаружил несколько мест, где индейцы обитали непрерывно в течение десяти тысяч лет. Здесь, в древних слоях, Макниш нашел дикую кукурузу, которую собирали в этих местах примерно восемь тысяч лет назад. Раскопки более поздних слоев показали, как постепенно видоизменялся этот злак в руках индейцев. Благодаря Теуаканской находке мы теперь знаем, что индейцы впервые начали выращивать кукурузу семь тысяч лет назад. Кукуруза и зарождавшееся простейшее земледелие способствуют коренному изменению образа жизни и культуры мясоамериканского индейца. Теперь он уже прочно связан с определенным местом, с полем, которое обрабатывает. Он уже не кочевник, а оседлый человек. Привыкнув к мясу, которое он до сих пор добывал охотой, он пытается приручить животных. Правда, здесь, в Мессоамерике, он одомашнил лишь некоторые виды птиц и собак. Теперь, когда он больше не охотится, у него нет шкур убитых животных. И, следовательно, кожи. И он ищет ей замену. Так рождается ткачество. Кукурузное зерно надо в чем-то хранить. И он начинает делать большие глиняные сосуды. Весь этот сложный процесс, который в Америке связан с единственным известным здесь культурным злаком – кукурузой, поэтому она и стала позднее для многих индейцев важнейшим божеством, английский археолог Гордон Чайлд назвал некогда «неолитической революцией». Сам Чайлд говорил, что «неолитическая революция» – не катаклизм, а результат длительного процесса. И этот процесс завершился примерно 3500 лет назад. В Месоамерике бесповоротно утвердилось земледелие, и таким образом в жизни месоамериканских индейцев закончилась первая так называемая примитивная эпоха истории, и началась эпоха архаическая, или, правильнее сказать, доклассическая. Для последнего этапа этой доклассической эпохи как раз и характерен быстрый экономический и культурный прогресс. Лучший знаток этого периода, Вайен, ввел для его обозначения термин «средняя культура». До начала двадцатого столетия об этой исторической эпохе было известно чрезвычайно мало. Американисты лишь предполагали ее существование, ибо в противном случае возникал вопрос, каким образом появились в Мексике высокие классические культуры, возникшие в начале нашей эры и ознаменовавшие коренной переворот в жизни мексиканских индейцев. И пока не доставало этого промежуточного звена архаической культуры, исследователи искали родину высоких культур на стороне, вне Америки, в Атлантиде, Египте, Камбодже, восточном Китае. Для решения этой проблемы существовали, однако, и другие возможности. Например, можно было установить, что рассказывают о своем прошлом, о зарождении древних высоких культур в Мексике сами индейцы. Тем более, что мексиканские индейцы еще в доколумбовую эпоху изобрели письменность. Собственное прошлое их, безусловно, интересовало. О нем они сложили легенды, записанные своеобразным письмом на страницах множества книг, или, как их называют в американистике, кодексы. Мы знали бы несравненно больше о подлинной истории доколумбовых индейцев, об их легендах и мифологии, если бы не испанские захватчики-конкистадоры и особенно католические священники, которые с фанатической последовательностью уничтожали ацтекские и все остальные кодексы. Один из этих фанатиков, первый мексиканский епископ Шумарага, хвастал тем, что собственноручно сжег несколько тысяч индейских языческих книг. Уничтожали исторические рукописи и сами индейцы. Так было, например, в середине XV века во время владычества знаменитейшего вождя ацтеков Ицкаатля. Ицкаатль хотел, чтобы исчезли все свидетельства о недавних временах, когда ацтеки были подданными своих соседей и распорядился уничтожить все ацтекские исторические рукописи, предполагая, что таким образом уничтожит и самую историю. Но несколько кодексов, например, Ватиканский кодекс, кодекс Болонья, кодекс Борджа и другие, все же сохранились. И теперь из них, а также из хроник, написанных крещеными индейцами в первые годы после прихода конкистадоров, мы познаем волшебно-поэтическую мифологию мексиканских индейцев, предание о том, как возник мир, Мексика и ее обитатели. Откроем одну из этих замечательных книг «Историю Чичемеков». Ее автор — Дон Фернандо де Альва Иштлильшочитель, 1568-1648 годы. По матери — прямой потомок последнего индейского властителя Тескоко и вместе с тем прямой потомок предпоследнего вождя ацтеков Куитлауака. Одним из первых среди индейцев он закончил католический колледж Святого Креста в Тлате Лолько и стал переводчиком испанского колониального чиновника. Но крещеного принца не оставляли воспоминания о погибшей культуре империи, которой владели его предки. Иштлильшочитель написал на испанском языке две книги о культуре и истории своей родины, особенно цена первой из них — «История Чичемеков», где в частности повествуется о том, что произошло, когда был сотворен мир. После того, как сотворены были земля и люди, человечество пережило четыре великие эры, всякий раз оканчивавшиеся ужасной катастрофой. У каждой эры свое название. Так первую эру ацтеки назвали Атонатиу — солнце воды. Эта эра кончилась потопом, во время которого погибло все живое. Вторая эра называлась Тлаль-Читонатиу — солнце земли. В эти времена землю населяли великаны. Завершилась она гигантским землетрясением. Третьей эре Экатонатиу — солнце ветров, положили конец ужасные ураганы. И, наконец, четвертая носила название Тла-Тонатиу — солнце огня. Когда же, по преданию, и эта эпоха завершилась катастрофой, наступила пятая, в которую и появились индейцы. В различных легендах история этих эпох изложена, разумеется, несколько по-иному. Так, в Ватиканском кодексе говорится, что во время потопа люди первой эры превратились в рыб. А в конце второй эры ураган превратил людей в обезьян и так далее. Селия Нэттл, американистка из Соединенных Штатов, первая среди ученых увидела в легендах и мифах индейцев Мексиканской долины отражение реальных стихийных катастроф. Нэттл также первая, еще 70 лет назад, заинтересовалась несколькими случайными находками, указывавшими на существование культуры, которая представляла собой промежуточное звено между культурой примитивных мексиканских охотников и позднейшими высокими культурами Мексики. Более достоверное доказательство существования этой культуры американистам представил счастливый случай — обнаружение подлинных американских помпей. Более двадцати столетий назад произошло гигантское извержение ныне уже потухшего вулкана Шитли. Оно, вероятно, было даже сильнее извержения Везувия, в результате которого были погребены Помпеи. Однако здешнее население не постигло судьба жителей Помпей. Получив от вулкана предупреждение, люди успели покинуть свои дома до того, как их затопила смертоносная лава. Возникло огромное, достигающее значительной толщи, лавовое поле площадью более восьми тысяч гектаров. Ныне оно носит название Эль-Эдрегаль. В 1917 году группа археологов осуществила раскопки в лаве. Результаты раскопок превзошли все ожидания. Под слоем лавы в шесть-восемь метров были найдены остатки зданий, относящихся, правда, к более поздней эпохе, и гробницы первых оседлых жителей Мессоамерики. Впоследствии, когда ученые сняли с лица земли покров лавы, они обнаружили в этих американских Помпеях, в районе нынешнего Куикуилька, еще одну чрезвычайно интересную находку — пирамиду. Первую пирамиду, построенную жителями Мессоамерики. Мессоамериканские пирамиды для нас не только удивительное творение древней индейской архитектуры, это свидетельство и символ великолепного развития культуры до Колумбовой Мессоамерики. Куикуильская пирамида была лишь первой ласточкой в ряду многих, воздвигнутых позднее. Высота этой пирамиды неизвестна. Мы знаем только, что основание ее было круглым, 135 метров в диаметре. От пирамиды лучами расходились десятки простых гробниц. Очевидно, могилы умерших должны были располагаться как можно ближе к средоточию культа. Итак, легенды мексиканских индейцев о многократной гибели и возрождении мира оказались отражением реальных событий древнейшей истории Мексики. Американисты имели возможность еще раз убедиться в этом, когда близ Копилька, неподалеку от бывшего озера Тескока, были обнаружены разваленные деревни. Выяснилось, что жители Копилька и земледельцы других прибрежных деревень были застигнуты врасплох гигантским наводнением. Уровень воды мексиканских озер поднялся на несколько метров, вода затопила деревни и заставила их обитателей спасаться бегством. Это и был еще один конец света древних мексиканцев. Изучение снесенных потоком деревень в Копилько начал в 1917 году мексиканец Мануэль Гамио и продолжал в 1939 году в Чимауалькане норвежский американист Ола Апинес. Позднее наиболее широкие исследования доклассической культуры провел уже упоминавшийся нами Джордж Вайен. Всю эпоху существования индейской культуры в Анагуаке Вайен разделил на два периода, обозначенных им по названиям двух поселений, рядом с которыми были обнаружены самые богатые археологические местонахождения. Оба были обнаружены на берегах озера, земледельцем, жившим на берегах Тескока, дополнением к однообразной кукурузной пище служила рыба. Более древний период Сокотенко продолжался примерно с 1300 по 500 год до нашей эры. Поздний Текоман приблизительно с 500 по 150 год до нашей эры. Наряду с быстрым развитием земледелия в ту пору развивается в Мексике и строительная техника. И хотя хижины сокотенгских крестьян были еще весьма примитивны, в конце Текоманского периода мы находим уже настоящие дома. И, наконец, к этой же эпохе относится и Куикуильская пирамида. Куикуильская пирамида для нас не только свидетельство значительного развития архитектуры в средних культурах, но и показатель того, насколько в жизни общества той эпохи возросла роль религиозных представлений и культов. Глиняные фигурки, которые мы находим при всех раскопках этой культуры, бесспорно имеют прямую связь с религиозными представлениями. Особое место среди таких глиняных башков занимают многочисленные мексиканские венеры, большей частью пяти-десяти сантиметровые фигурки обнаженных женщин с высоко поднятыми руками. Женщины эти делают своеобразные, как бы танцевальные движения. По месту, где их чаще всего находили, в научной литературе они получили название «танцовщиц из плотилько». Маленькие танцовщицы являлись символом плодородия, урожайности и одновременно свидетельствовали о важной роли женщины в этом обществе, несомненно находившемся еще на стадии матриархат. Однако о социальной и особенно политической организации доклассической Мексики мы знаем пока чрезвычайно мало. До недавних пор «талатилько» было для американистов примером мексиканского архаического поселения и места погребения доклассической эпохи. Все тут было местным, своеобычным. Но если мы откроем недавно изданную книгу Портера «Талатилько и доклассические культуры нового света», то узнаем, что в «талатилько» были обнаружены маски ягуаров, для этой культуры совершенно несвойственные, и что в других местах были найдены типичные для альмекской культуры полые фигурки, опять же, с ягуарьими головами. И страшный ягуар, и его почитатели альмеки, для современных американистов такая же загадка, какой были для прошлого поколения американистов строители маундов. Ведь альмеков мы можем считать создателями первой высокой культуры индейцев в Мексике. Но прежде чем мы с вами углубимся в лабиринт многочисленных загадок, связанных с высокими мексиканскими культурами, предшествовавшими эпохе, хотя и наиболее прославленной, но по времени самой непродолжительной эпохи ацтеков, нужно учесть одно важное обстоятельство. Наши знания об этих культурах и их творцах еще весьма неточны. А наши сведения об экономическом уровне отдельных культур ограничиваются, собственно, лишь установлением факта, что все они возникли на основе интенсивного земледелия, за исключением тарасков, которые кормились преимущественно рыболовством. Зачастую неточна и наша информация об этнической принадлежности создателей отдельных культур. Например, слово «тольтек» означает «на-науатль» в языке ацтеков «строитель», «создатель». Кто такие были тольтеки в отношении племенном, языковом, мы, собственно, до сих пор не знаем. Ни одно из индейских племен, живших в Мессоамерике в эпоху появления первых европейцев, не может быть сочтено потомками альмеков. И весьма вероятно, что ни один из известных нам индейских языков не похож на альмекский. Белые впервые узнали об альмеках из труда ученого-францисканца Бернардино де Саахуона, прибывшего в Мексику в 1529 году, всего через десять лет после того, как у ее берегов пристал первый корабль «Кортеса». Саахун прожил здесь затем более пятидесяти лет в качестве преподавателя уже упомянутого францисканского колледжа Святого Креста в Плате Лолько, где по мысли испанской колониальной администрации и церкви должны были получать воспитание в христианском духе наиболее видные представители молодого поколения индейской аристократии. Из них хотели сделать покорных захватчикам коллаборационистов, с чьей помощью испанцы могли бы еще легче и эффективнее эксплуатировать побежденных индейцев. Саахун всеми своими идеалами и сочувствием к туземцам резко отличался от остальных педагогов этой первой европейской школы для индейцев. Кроме того, у него было довольно необычное до того времени пристрастие. Он интересовался историей, материальной и духовной культурой индейцев Мексики, особенно их словесностью. Снискав впоследствии доверие нескольких учеников, он стал записывать на языке ацтеков все, что рассказывали по его просьбе эти индейские принцы. При этом Саахун старался верно передать не только содержание, но и особенности стиля того или иного повествователя. Конечным результатом многолетней деятельности Саахуна был огромный рукописный свод, материалы которого он позднее разбил на двенадцать книг, а затем перевел весь текст на испанский язык. Королевские власти решительно не желали публиковать ни ацтекского, ни испанского варианта рукописи Саахуна, явившейся плодом всей его жизни. Они не без основания опасались, что это сообщение о богатой истории и высокоразвитой культуре индейцев Мексики может побудить их к попыткам реставрации былых порядков. Когда владычество Испании в Латинской Америке пало, труд Саахуна был, наконец, издан. На его страницах, особенно в одиннадцатой книге, в главе, названной «Альмеке-Уиштотин-Миштеке», да и во многих других местах, Саахун передает рассказы ацтеков об альмеках. Вместе с ученым-монахом и мы можем после многих отступлений вернуться к этой первой высокой культуре до Колумбовой Мексики. Ацтекские рассказчики поведали Саахуну, что альмеки некогда были значительным народом, а их тропическая родина на побережье, ацтеки называли их иногда «Уиштотин», то есть те, что живут у соленой воды, «прекрасны и богаты». Ацтеки упоминали чаще всего те товары альмекана, которые их больше всего привлекали, какао, каучук и, главное, прекрасные перьи тропических птиц, и среди них священные птицы всех месоамериканцев, прелестного кецаля. Из прочих богатств альмеков Саахун упоминает золото и серебро, березу и весьма ценившийся месоамериканцами нефрит. На страницах книги Саахуна мы находим и единственное сообщение о политической организации альмеков, об их верховном властителе. Верховным властителем альмеков был якобы кудесник, иначе говоря, высший священнослужитель. Это весьма правдоподобно. В первых высоких культурах Теотиу-Акане, у сапотеков, в перуанском Чивине, вся полнота власти была сосредоточена в руках священнослужителей и в особенности их высшего представителя. Основным оружием альмекского войска были луки и медные секиры. Воины, то есть, собственно, все мужчины-альмеки, облачались в длинные хлопчатобумажные рубахи, а на ногах носили сандалии, сделанные из каучука-сырца и тому подобное. Повествованию Саахуна о богатых и обладавших высокой культурой альмеках долгое время не слишком-то верили. Только 250 лет спустя, в 1806 году, экспедиция археолога Дюпе — Дюпе вообще был первым археологом, начавшим более глубоко интересоваться областью, где некогда жили альмеки — нашла здесь, на побережье, ряд фигурок, изображавших маленьких, чрезвычайно толстых людей с изувеченными половыми органами. Поскольку все найденные Дюпе-фигурки запечатлены в особом как бы танцевальном движении, американическая литература назвала их танцорами. Однако теперь мы знаем, что в действительности эти уродцы были альмекскими священнослужителями, совершавшими религиозные обряды и, прежде чем принять санд, добровольно себя кастрировавшими в знак преданности богам. Отсюда и их ненормальная полнота. Эти статуэтки явились таким образом первым наглядным свидетельством существования какой-то самобытной, непохожей на другие и, безусловно, весьма древние культуры на восточном побережье Мексики. Но прошло еще более ста лет, прежде чем сообщения Саахуна об альмеках были подтверждены достаточно весомыми доказательствами, весомыми в буквальном смысле слова. В 30-е годы нашего столетия территорию этих гипотетических альмеков начала обследовать экспедиция Вашингтонского института Смитсона под руководством Стирлинга. И хотя эта экспедиция не нашла в бывшем альмекане ни пирамид, ни дворцов, которые во всей доколумбовой Америке сопровождали зарождение и развитие высоких культур, она обнаружила нечто такое, с чем американисты ни прежде, ни потом в другом месте Америки не встречались. Гигантские головы, весом 10 тонн, всегда вытесанные из целой глыбы базальта. Головы сами по себе, без тел. Чтобы вы могли составить себе представление о размерах этих голов, сообщу, что одна из них в окружности равна 6 метрам 58 сантиметрам и достигает в высоту двух с половиной метров. Первая встреча с этими гигантскими головами, чьи неестественно широко раскрытые глаза словно улыбались, устремляя куда-то в пространство отсутствующий взгляд, просто потрясала. Со временем было найдено немало таких голов. Теперь никто не сомневался, что тут, на мексиканском побережье, существовала и уже очень давно какая-то весьма примечательная культура. После предварительного обследования территории бывшего альмекана, оно проводилось Бломом, Лафаржем, Стирлингом, Друкером и Кваррубиасом. Изыскания сосредоточились в четырех основных крупных центрах альмекской культуры. Их подлинные альмекские названия нам, к сожалению, неизвестны. Ни в одном из этих альмекских городов не было своего камня, и потому альмеки не строили каменных храмов и дворцов. Базальт для упомянутых гигантских голов, для больших алтарей, саркофагов и каменных стел, сохранившихся в этих городах, им приходилось доставлять из чрезвычайно отдаленных мест. Например, в почти заболоченных окрестностях лавенты не найти и следов камня. И вопрос, откуда древние создатели гигантских голов возили материал, стал одной из многих загадок альмекана. Впоследствии американисты выяснили, что камень доставлялся плитами всего от двадцати до шестидесяти тонн со склонов вулкана, именуемого ныне Сан-Мартин-Пахапан, и удаленного от центра альмекского культа на сто двадцать пять километров. Повозок, как известно, ни одно из доколумбовых индейских племен не знало. Эти многотонные блоки переправлялись сначала по морю, а затем на плотах против течения по реке Танала. Наряду с гигантскими головами в альмекских городах удалось обнаружить базальтовые алтари, высокие стелы и каменные саркофаги, причем всегда богато украшенные. Однако в высокоразвитом эстетическом вкусе альмеков мы убеждаемся и по мелким предметам. Таких вещиц нам теперь известно уже несколько тысяч. Эти предметы повседневного обихода, а еще чаще ритуальные принадлежности, был найден и целый ряд альмекских кладов. Лишь один из них, из Сера де лас Мессес, содержит почти 800 таких предметов, большей частью из зеленого нефрита, и среди них великолепный ритуальный топорик, самый большой из нефритовых предметов до Колумбовой Америки. Здесь же были обнаружены полые нефритовые головки, причем для них характерен монгольский тип лица. Ягуар был основной темой альмекских творцов и, безусловно, главным героем весьма развитого альмекского культа. Если мы, например, внимательней присмотримся к гигантской голове альмека, выставленной теперь в Этнографическом музее Западного Берлина, то увидим, что на человеческом лице вытатуирована маска ягуара. Голову ягуара мы обнаружим и на главном алтаре в Лавенте, вероятно, самой знаменитой каменной скульптуре альмеков. На поверхности алтаря мы находим вытесанную из камня шкуру ягуара. Точно так же и в крупнейшем по размерам альмекском саркофаге, длина его превышает семь метров, в Лавенте были найдены серьги в виде зубов ягуара. Ягуары повсюду ягуары. Теперь мы уже знаем, что и так часто встречаемые при раскопках знаменитые альмекские головки детей с монголоидными лицами тоже не что иное, как антропоморфное изображение ягуарьих голов. Из всего этого можно сделать вывод, что альмеки, вероятно, отождествляли себя с ягуарами. Сейчас уже есть основания предполагать, что эти люди-ягуары, о которых мы не знаем ни кто они такие, ни как они сами себя называли, и были первыми авторами большинства главных изобретений до Колумбовой Америки. И среди них самого важного — письменности. Альмекское письмо, старейшее из известных нам письменностей американских индейцев. Письмо это было иероглифическим. Американистам ныне известно уже более пятидесяти альмекских текстов. Они были обнаружены на одной из стел в Тресапотис, на трех стелах в Сере-де-Лас-Мессес и на других альмекских памятниках. Незначительное число известных ученым альмекских текстов не давало реальных надежд на их расшифровку. К тому же мы ничего не знаем о языке альмеков. Ясно только, что альмекское письмо близко позднейшей письменности мая. Примерно 35% всех альмекских иероглифов представляет собой не что иное, как архаические варианты майских иероглифов. С письменностью майя, а также и с последней из трех старейших американских письменностей, письменностью южно-мексиканских сапотеков, альмекское письмо сближает и общий способ записи – слева направо и сверху вниз. Как и майя, древние альмеки были знакомы с числами, которые записывались тем же способом, что у майя числа от единицы до четырех изображались соответствующим числом точек, пять – число пальцев на руке и его кратные – черточками. Этими цифровыми знаками было записано одно из ценнейших свидетельств, оставленных нам доколумбовыми индейцами – самая древняя дата американской истории. На маленькой высотой 17 см нефритовой статуэтке, изображающей человеческую фигуру с крыльями птицы, можно отчетливо разобрать альмекские цифровые знаки, соответствующие нашему 162 году. Примечание. В настоящее время самая древняя письменная дата, обнаруженная на территории Мессоамерики, расшифровывается как 36-й год до нашей эры. Стелла 2 в Чаапе де Корсо. И в момент написания этой книги уже был известен более древний альмекский памятник, чем статуэтка из Тустлы – Стелла С в Трес Сапотес. Имеющая дату 31-й год до нашей эры. Очевидно, альмеки опять же первыми в Америке научились разгрызать математические орешки. Весьма вероятно, что и сложные календарные системы наиболее известных высоких культур до Колумбовой Мессоамерики впервые возникли именно у этого ягуарьего народа. Альмеки первыми стали воздвигать каменные мемориальные столбы – Стеллы. Подытоживая все эти великие, действительно эпохальные открытия удивительного ягуарьего народа, мы можем сделать вывод, что альмекская культура, существовавшая уже в восьмом столетии до нашей эры, значительно превосходила уровень культуры, достигнутой к тому времени жителями Платилько и Тикумана. А тысячи пятьюстами годами позднее – обитателями североамериканских Пуэбло, то есть теми, кого мы считаем создателями и носителями средних культур. Поэтому мы по праву можем считать культуру альмеков первой и самой древней высокой культурой до Колумбовой Америки. И несмотря на природные препятствия, стоявшие у нее на пути, она послужила примером для всей Мессоамерики. Здесь необходимо напомнить, что американисты различают так называемых археологических альмеков, безвестных творцов первой высокой культуры, и более поздних жителей этой области – альмеков этнографических, о которых нас впервые информировал Саахун. Нас, естественно, интересуют сейчас именно археологические альмеки. Влияние археологических альмеков на развитие всей доколумбовой культуры в Мессоамерике долгое время недооценивалось. Следы альмеков были недавно обнаружены в мексиканских штатах Пуэбло, Морелес, Геррерро и других. Вернемся в Тлатилько на Месету на Мексиканской Нагорье. Здесь, в сердце Мексики, процесс развития доклассической культуры, казалось бы, не нарушился. Однако совсем недавно и здесь были найдены полые головки с ягуарьей пастью, типично альмекские предметы из нефрита и даже маски ягуаров. Большинство этих предметов было обнаружено в Тлатилько и Сокотенко, мексиканским, американистом Мигелем Каварубиасом. Он же высказал предположение, которое можем принять и мы. Ягуарий народ основал и на Месете свои колонии, в частности Тлатилько, где альмеки составляли немногочисленную правящую верхушку, а местные земледельцы — слой, точнее, класс трудящихся. Одновременно с изменением в политической структуре, альмеки дают этому сердцу Мексики свою, значительно более зрелую, культуру. Общественное развитие на Мексиканском Нагорье резко ускоряется, благодаря чему и здесь создаются предпосылки для зарождения первых высоких культур. Сами же альмеки незаметно уходят с исторической арены, а с ними исчезает и средоточие их мира — всемогущий ягуар. Вместо ягуарьего народа появляются теотиуаканцы, тальтеки и ацтеки. Вместо ягуара — змеи в птичьем оперении. Змеи в птичьем оперении.